Партнерские отношения? Слово «партнерские отношения» вообще неправильное в отношениях с братом. Здесь нет никаких партнерских отношений. Это не отношения партнеров, это отношения узников. Это не партнерские отношения, отношения узников. Люди отдают другу. А? А уважение всегда должно быть, это значит. Если его нет, это не вопрос брата по расчету, а вопрос не зрелости духовной, не зрелости людей. Надо понять такую вещь, что вот девушку взяла, допустим, из-за того, что она богатая. Но если в этой семье занимается духовная практика, люди раскрывают душу друг к другу. Они так сильно будут друг друга любить. И не имеет значения, как они встретились, была влюблённость или нет. Ведической культуре в древней не придавали влюблённости большого значения. Придавали значение, насколько развиты человек. Потому что если человек развит, то он способен душу разглядеть близко, и влюблённость появится, как следствие. Как же выбор делать? По влюблённости. То есть чувствуете, есть влюблённость, надо делать выбор. Но изучать. Потому что выбор, это означает, что у вас сохранились... А кто, с кем я разговариваю, мне очень важно. Спасибо вам большое. Я рад вас видеть здесь. Потому что я не хочу вот так в стену говорить. Выбор означает, что я имею возможность его делать. Понимаете, люди чаще всего у них сначала рвёт крышу, а потом они думают, как делать выбор. Уже всё не сделаешь выбор. Некоторые приходят на консультацию там к наставнику, они уже прилепились друг к другу, так что не оторвать. Они спрашивают, как вы считаете, благоприятно ли нам будет жениться? У неё нет вариантов ответа. Не знаю, какой-то приятный или нет, просто уже прилеплены люди. Их с мясом только отдирают друг к другу. Поэтому выбор делается раньше. То есть понравилась девушка, дальше изучает, кто такая. Не надо с ней сразу встречаться, тем более прыгать в постель. Понравилось, надо сначала изучить, а потом уже дальше думать. Обычно у женщины-то лучше работает, и поэтому женщины сдерживают отношения. Мужчины по-любому крышу рвёт. Он должен настаивать, он должен как бы сражаться правильно. Спасибо. Но девушки, так как они обладательницы энергии любви, они к энергии любви привычны. Они привычны к энергии любви. Но они непривычны к энергии заботы. То есть для них это энергия такая, с которой они не могут убедить. Но они к энергии любви привычны. Поэтому, когда возникает влюблённость между мужчиной и женщиной, женщина в это время очень спокойна в сердце. Она думает, так, между нами влюблённость возникла. Мне этот шаг нужен или нет вообще? Я хочу с у него за ночь только идти или нет? Я правильно говорю, девушка? Если влюблённость возникла, она спокойно реагирует. У неё нет проблем. У него уже там всё там, у него уже там… Потому что мужчина не может влюблённость терпеть, у него нет силы. Ему очень тяжело. У него пробивает сердце сразу. И всё. Но если мужчина разумный, он чувствует, что сейчас сердце пробьёт, он должен как-то так отгородиться, от этого помолиться и начать думать, что за человек, откуда, как. Если вдруг он чувствует не то, значит, надо как-то подальше. Это называется выбор. Выбирать так можно. Некоторые думают, что выбор означает, что сексом позанимался с ней. Как только мужчина сексом позанимался, сразу влюблённость заканчивается, он начинает остывать резко. Он добился своего и начинает остывать резко. А она, так как получила защиту от мужчины в этот момент, почувствовала прибежище, она начинает чувствовать сильную зависимость в этот момент. И когда люди позанимались с сексом, выбора уже ни у кого нет. Потому что ему уже не интересно, а ей уже нет вариантов. Понимаете, и начинается потом Бодозильский телесериал, многосерийный художественный фильм. Это не способ скроить отношения. Нужны правила. Нужно изучать правила. А как это делается должно. Во всех священных писаниях есть, допустим, домострой книги православных. Да, домострой означает, что там строится отношение. Дом означает семья. Там строится, как себя жилища не должна вести, как мужчина и так далее. Как правильно сделать выбор и чем нужно руководствоваться при выборе. Имейте в виду духовную жизнь, я надеюсь, да? А вы задали это вопрос. Или что? Или работу, может быть. Надо руководствоваться молитвой. Человек, когда молится, первое, что происходит, он отвлекается от мыслей, которые сжет его в сердце. Это означает, что он уже победил судьбу. А потом дальше, если он продолжает молитву, то следующий этап у него в сердце появляется спокойно, спокойно, хладнокровно, по ним появляется знание, что будет. Но при этом у него есть все равно свое сильное желание сделать по-своему. И он тогда идет к наставнику, когда после этого это уже произошло, и он спрашивает. И наставник подтверждает не то, что ему хочет, а то, что ему в сердце возник. Потому что наставник — это отражение сердца и совести человека. Если наставник настоящий, то он всегда только совесть отражает, он не отражает наши глупости. Почему нет уверенности в выборе? Это, наверное, один и тот же человек пишет. Надо записать подряд, что я какую-то любую. Постоянно мысли меняются из крайности в крайность. Как понять, что делать и что нужно сейчас и в данный момент? Женщина написала. Что в женщине психика так остроена, она движется. В женщине психика движется. Она постоянно меняется. Она не может стоять на месте. Поэтому она хочет замуж. Потому что когда она выходит замуж, раз, и у нее застывает психика рядом с мужем. Только она остается, сразу опять начала двигаться психика. Она движется. И это нормально. Чтобы не была устойчивость, надо молитву совершать. Но для женщины устойчивость означает, что она занята правильными делами, правильными вещами. Но в мысли для женщины устойчивость быть невозможно, если нет защиты. Она должна или быть защищена отцом, или сыном, или мужем. Это значит, что женщина должна иметь хорошее отношение с отцом, как минимум. Хотя бы с одним мужчиной. И мужская энергия, да, женщина устойчивость. Потому что энергия красоты или любви, она всегда течет. Она не может стоять на месте. Она движется. Энергия любви движется, течет. Поэтому женщину сравнивают с рекой, с рекой. А мужчину сравнивают с берегами. Если берега высокие, сильные, то есть не обращают внимания на реку слишком сильно, то тогда реке там плыть хорошо. Если берега привязаны к реке, то она их размывает. То есть, если мужчина постоянно хочет наслаждаться женщиной, то ее маленький каприз и его колбасит тоже сразу. А если мужчина крепкий, он такой, он ее любит, конечно, любит, но он крепкий, он как бы терпит, все, он любит, все. Способен терпеть, да, это важно. В этом случае она, когда капризничает, он такой, да, моя хорошая. Потому что любовь на самом деле настоящая, это терпение, понимаете? Не наслаждение, потому что когда человек хочет наслаждаться женщиной, она капризничает. То есть он разочарован. Он хотел же балдеть, а она капризничает. Она же не должна капризничать. Вообще она должна мне давать только балдеж. Все. Так как она человек, она не может так ни капризничать. Она женщина, она и хочет так капризничать. И она начинает капризничать, когда, если мужчина любит на самом деле, он успокаивает ее. Бывает, женщина, река бывает очень бурная, и она капризничает очень резко так. Когда берега должны быть очень высокие. Если невысокие, надо подтягиваться. И когда она резко так капризничает, он должен быть очень хладноклоден. Должен застывать в это время психически. И она дергается, стучит ему по груди, по груди. Все будет хорошо. И тогда она успокаивается и думает, хороший у меня муж. Потому что женщина сама не придает значения своим вот этим поведениям. Она не считает это чем-то важным. Но делает вид, что это очень важно в этот момент. Только по одной причине, что она хочет проверить его, насколько он крепкий. И хочет также узнать, насколько он любит ее. Две вещи на своего в этом времени. Но самому событию она значение большое не придает. Хоть ее и выбило из событий, если она веселит. Но мужчина, когда это знает, он спокойно реагирует на эмоции. Потому что если женщине что-то надо, она 50 раз это повторит. И потом уже без эмоций, а спокойно. Сядь, поговори. А если не сильно надо, то эмоции прошли и все. Дальше, я вас не обижаю. Маленький. Итак, первое, что я хочу сказать. Спасибо. Правильно, я подумал одну вещь и вы подтвердили. Прашно означает наука, которая вопрос. То есть всегда в зале, когда важная тема какая-то, кто-то падает со стула, кто-то чихает, ребенок кричит резко, начинает балаболить что-то. Когда что-то важное происходит, в зале всегда залы реагируют. Всегда что-то происходит такое, что все понимают, что это важно, подтверждение. И то, что я сейчас подумал, это важно. Я, знаете, что подумал, что сегодня солнечный день в Москве, что бывает редко. Сегодня воскресенье, что тоже бывает нечасто. И вы пришли все равно на лекцию. Это означает, что я вам очень-очень-очень благодарен. Я вам очень-очень благодарен. Сегодня, вопреки тем людям, которые вам сказали, что лучше бы на пляж пошли, поехали, мы сделаем такую лекцию, чтобы вам не поживели. Я надеюсь, что Господь даст возможность такую лекцию сделать, чтобы вы лучше отдохнули, чем на пляж. Но я постараюсь так, чтобы у нас хорошая лекция получилась такая. Вот, хороший отдых. И тема такая замечательная, потому что есть замечательный, любимый нами всеми человек, Лев Николаевич Толстой. И у него есть удивительная одна книжечка, которую он издал в виде календарика просто. На каждый день. То есть, 1 января такая-то мысль, 2 января такая-то. И потом мы там публиковали в виде мысли мудрых людей книжечки. И я взял некоторые высказания из этой книжки, которые соответствуют теме. Сегодня мы говорим об ответственности. Сейчас это тема. И сейчас мы начнём говорить об ответственности. Люди затрудняются, беспокоятся и волнуются только тогда, когда они заняты внешними делами. От них независимыми. Два слова. Внешними делами. От них независимыми. Согласно ведомым, внешние дела — это дела несердечные. Не те, которые связаны с сердцем. Потому что цель человеческой жизни — быть счастливым. Счастье находится прямо здесь. Часто люди в обход идут. Они думают, вот сначала на дом заработаем, потом будем счастливыми. Это называется внешние дела, от них независимые. Потому что от меня зависит прямо сейчас. Я могу быть счастливым, если напрягусь. Потому что, чтобы сердце почувствовало радость, для этого нужно напряжение сердечное. То есть нужно, допустим, простить кому-то, попросить прощения. Настроиться на эту волну. На волну отношений настраивать всегда тяжело. Потому что там много работы, много труда у человека. Но по факту именно это является главным даже в вопросах строительства дома. Потому что если у тебя очень сильное отношение, то и дела у тебя идут тоже сильно. Потому что дела все зависят от отношений. С коллективом там, с подчиненными, с руководителями и так далее. Отношения — это из сердца вещь. Это не улыбки строить всем ходить. Это идёт из сердца. Вот, допустим, если у меня сейчас к вам неправильное отношение, то я не смогу прочитать лекцию, как бы я красочно это ни делал. А правильно означает, я должен вам служить сейчас, а не наслаждаться вашим присутствием. Я себе напоминаю, потому что я чувствую, что уже куда-то понесло. Итак, есть внешняя жизнь, есть внутренняя жизнь. Внешняя жизнь нужна. Без неё мы не сможем ни прокормить себя, ни жить нормально, как все люди. То есть невозможно без внешней жизни жить. Но она не является главной, потому что эта вещь не зависящая от нас. Иногда в ней у нас всё получается, иногда не получается. Зависят от силы, влияния судьбы на сердце. Проверить это очень легко. Если у меня на сердце очень тяжело постоянно, значит, судьба тяжёлая, скорее всего, будет не получаться. Уже можно понимать. И это значит, что надо сердцу больше времени в это время уделить. То есть если совсем плохо стало внутри, надо, наступила грусть, что пойду пройдусь. Мне её делить не с кем. То есть нужно начать внутреннюю жизнь. Пройтись это хорошо, но есть другие способы, более эффективные, сделать так, чтобы сердце обрадовалось. Получило силу внутри. Обрадовалось тому, что я делаю. Это происходит в результате близких отношений. Всегда сердце радуется только близким отношениям. Для сердца важны близкие отношения. Если у тебя есть близкие отношения с Священным Писанием, со Святым Человеком, близкие прям отношения. Может быть, близкие отношения с Сергием Радонежским или нет? Может быть, потому что он близкий для всех. Когда у человека сердце большое, он к большему количеству людей может быть близок. Потому что он имеет достаточно чистоты для этого. Часто нам, отдавая своё сердце, мы чувствуем усталость. Но такие люди, как он, не устают, отдавая своё сердце. Поэтому он близок для многих может быть. Для тысяч и сотен тысяч людей. Вот близок означает родной. Именно в таких близких отношениях появляется сила, дающая возможность справиться с трудностями внешней жизни. Если у человека нет близких отношений ни с кем, его сердце, даже не обязательно с Святыми людьми, можно просто... Близкий не означает секс. Близкий означает чистота сердца, что-то возвышенное. Понимаете? Это означает, что это возвышенное. Даже с женой может быть такие отношения. Они очищают сердце и окрыляют в жизни человека. В этих случаях они тревожно спрашивают себя. То есть мы тревожно спрашиваем себя. Что я стану делать? Что произойдёт сейчас со мной? Что получится из этого всего? Как бы ни случилось чего-то тут нового. Когда мы задаём себе такие вопросы, это всегда означает, что мы заботимся не о том, что нам не надлежит. То есть смотрите, если я тревожусь по поводу какого-то события, это значит, что я занимаюсь не тем, чем надо. Потому что в это время надо просто сконцентрироваться, получить этот вкус чистых отношений, наполнить свой водоёмчик, внутренний водоёмчик, корень дерева полить, наполнить водоёмчик своей чистотой. Из него потечёт в это событие речка, потечёт речка моей силы душевной. И там появится знание. Надо вообще мне с этим связываться или нет? Оценка произойдёт, объём работы. Если надо, то если необходимо, это на меня идёт, это сила, там, у меня суд пристает или ещё что-то, значит, я должен, сколько я должен душевной силы туда вложить, чтобы победить это всё? Потому что это побеждается опять сердцем. Это не побеждается суетой, заботой, беспокойствами, побеждается сердцем. Потому что когда в сердце есть победа, дальше ты не будешь суетиться. Ты будешь точно знать каждую секунду, что тебе дальше делать. Если есть беспокойство, значит, ты не можешь победить ситуацию. Если ты постоянно думаешь об этом, значит, ты занимаешься не тем, что от тебя зависит. Это мы изучаем сейчас в Пиктипе, древнегреческий философ. Очень удивительные вещи пишет. Лев Толстой прямо удивительно, он выбрал его. Мне очень нравится. На порог, человек занятый тем, что от него самого зависит. И занимающий свою жизнь работой самосовершенствованием не станет так тревожиться за себя. Потому что он уже решает вопросы на этом незримом тонком плане. Если бы он стал беспокоиться о том, удастся ли ему удержаться истины и избежать лжи, то я сказал бы ему, успокойся. То, что тревожит тебя, находится в твоих собственных руках. Гляди только за своими мыслями и поступками и старайся всячески исправлять себя. Иногда люди, которые занимаются самосовершенствами, беспокоятся о том, правильно ли они дорогой идут. Некоторые меня спрашивают, у меня правильная вера или неправильная. То есть они беспокоятся о своей духовной жизни. И здесь тоже ответ такой же. Твоя правда в твоих руках, не беспокойся. Просто ты еще не дошел до понимания, нужно время. Поэтому опять беспокойства нет никакого необходимости. Ты уже идешь правильной дорогой, но еще не пришел куда надо. Поэтому надо просто продолжать идти. И все. А если вы скажете, ну я не могу идти, у меня беспокойство, я выбрал путь какой-то, я не понимаю, правильно или нет. Это означает, что вы никуда не идете. Потому что движение по пути означает отношения. Если ты хочешь выбрать какой-то путь, общайся очень близко с людьми, которые идут по этому пути. И изучай их понимание вещей, настроение. Может быть, ты туда еще не пойдешь, но надо эти отношения близкие строить. Если у тебя нет с возвышенными людьми близких отношений, или людьми, которые идут духовным путем, это значит, что ты никуда не идешь. Потому что движение человек может совершать только через людей. Часто люди боятся, стесняются на духовной теме, общаются с теми, духовной практикой заниматься, и при этом думают, что они занимаются духовной практикой. Это полная иллюзия. В этом нет никакой духовной практики. Мы боимся потерять свою свободу, а у нас нет никакой свободы. Кто свободный человек? Поднимите его. Есть здесь свободный человек? Вот свободный человек. Без воздуха сможете прожить? Нет. Без воды? Нет. Без этой планеты Земля? Нет. Ну хорошо, ладно, не такие сложные задачки. Без денег сможете прожить? Без денег сможете вообще? Нет денег и нормально. Ну это высокий уровень. С жопчением денег нет проблем. Это уже уровень святости. Высокий уровень. Я знаю таких людей. Есть такие люди, которые могут без денег. Спокойно. Потому что когда человек делает добрые дела, у меня, знаете, это было в Новосибирске, я сейчас читал лекцию, я говорил, когда человек делает добрые дела, и думал об этой ситуации, мне хотелось пить в это время. Я говорю, когда человек делает добрые дела, то те, кто любит его, почувствуют его нужду. И в это время девушка принесла бутылку суток. Да вообще это был супер. Ну то есть понимаете, то есть если можно жить без денег, если человек знает цель, как работает судьба, то он может просто думать о том, чтобы делать добрые дела, и все. И если это действительно добрые дела, то в сердце будет людей отзываться на него, и они почувствуют его нужду. Если у него есть нужда, они будут о нем заботиться. В это время. Так живут люди на высшей степени отречения. Высшей степени отречения. Есть, согласно этом, четыре стадии отречения у отреченного человека. Первая стадия. Он мучает себя попрошайничеством для того, чтобы усмирить свою гордость. Первая стадия. Он ходит и просит покушать у всех. Если кто-то дал, он ему что-то хорошее говорит, важное в жизни, что-то ему помогло. Вторая стадия. Человек не ходит попрошайничеством, потому что к этому времени у него появляются уже ученики, которые заботятся о нем. Потому что он становится очень развитой личностью. И они заботятся сами, он уже не попрошайничеством. Третья стадия. Человек откажется от заботы учеников. И просто, если кто-то ему пожертвует, то он принимает это пожертвование. И четвертая стадия. Когда человек уединяется, вообще уединяется. И постоянно помогает всем с помощью своей молитвы. И люди помогают ему. Когда люди пытаются им помочь, он думает еще, будет он брать у них или нет. Иногда берет, но в основном нет. Потому что ему мало что нужно. Вот Серафим Царовский по описанию на такой стадии, на четвертой, в лечении, это удивительно. Мы не независимы. Мы зависим, но понимаете, так как каждый суслику сенополио граной, мы все крутые, я тоже, между прочим, такой же, как был крутой, мы все одинаковые здесь. У нас есть вот это чувство, собственно, достоинства, особенно у мужчин. Мужчин считает себя зависимым, это вообще поганое дело. Я вот, то, что вы отликнулись, как мужчина, сказали, я здесь независимый человек. Мы поступили, как Александр Никитанский, вызвали, вызов сделали себе. Это нормально. То есть мужчина должен учиться быть независимым. Но мы все равно все зависимы, потому что мы сами себя не рожали. И если мы сами себя убьем, мы совершим великий грех. Мы пришли сюда горенькими, уйдем горенькими. Больше того, мы зависим от многих вещей, которые мы даже не понимаем. Например, мы не понимаем, что мы сами не усваиваем пищу. Мы ее просто проглотили, а дальше мы не знаем, что там происходит. Мы обнаруживаем что-то в какой-то момент раз. И у меня в Новосибирске на пол лекции возникло вот этот раз. Я сидел, терпел, учился с мирением. Вот. независимый человек вроде бы, да? Раз что-то произошло такое и терпеть надо. А я такой, я, блин, независимый, и что оно такое меня мучает? Оно не зависит от меня, наоборот. То, что там у нас переваривается, там происходит, клетки работают, все вообще от меня не зависят. Это происходит без меня, без моего участия. Больше того, я думаю, я всем этим пользуюсь, значит, я этим управляю. Ничего подобного. Иногда руку парализуют, уже не управляешь. Ютюб. Кончилось управление. Это значит, что от тебя тоже, опять же, это не зависит. Потому что, если зависело, я бы поднял любую руку, как в фильмах, это, да? Эти, трансформеры, да? И вот там перестреляли, он такой, опять. Это так нам хочется. Но этого же нет. Так мы зависим. Мы зависимы. И поэтому лучше зависеть от высших сил, чем от ниши. Когда я эгоистично настроен, думаю, что я сам меняю свою судьбу. Это зависимость неправильная. Потому что, когда человек зависит как слуга к миру, как ему относятся, а не как к господину, то в этом случае он лучше понимает, что с ним здесь происходит. Как слуга не означает униженный, несчастный. Допустим, хороший воин это тоже слуга. По крайней мере, своего учителя, который учил его по его искусству. Как минимум. Даже самый мощный независимый человек должен быть зависит, или иначе он будет просто тупым. Это тупость, когда ты считаешь, что ты сам. Допустим, если правитель ни с кем не советуется в том, чтобы решать дела, это проявление тупости, а не разума. Он должен посоветоваться, а потом сам принять решение. Сам принять решение. Он принимает решение, он проявляет свою вот эту свободу выбора. Но если он проявляет без понимания, что он зависим, тогда государство будет уничтожено. Хороший правитель всегда изучает все в результате совета. Таким образом, зависимость у нас есть, но у нас также есть свобода выбора. Мы можем выбрать правильную жизнь. Часто люди говорят, а я свободный человек, что хочу, то и делаю. Если ты что хочешь, то и делаешь, ты зависимый человек. Попробуй не делать то, что ты хочешь, но тогда ты будешь свободный. Потому что там очень трудно не делать то, что хочешь. Потому что как действует судьба? Она все время изнутри заставляет что-то делать. Так действует карма. Но когда человек не делает то, что заставляет его карму, а делает то, что надо, вот тогда он становится свободным. Но это возможно только если есть тот, кто тебе дает на это силу. То есть это другой вид зависимости. Когда ты зависим от святости, от наставника, тогда ты побеждаешь судьбу. Это тоже независимость, но другого плана уже. Независимость от своих желаний и зависимость от чистоты, от честного пути, от знания зависимости, от совести зависимости и так далее. И поэтому не надо говорить что же будет. Все, что не случится, ты обратишь себе только в пользу и все. Потому что веды говорят этот мир сотка тока и справедливости. Здесь не бывает ничего плохого вообще в принципе. Все, что происходит, это все можно обратить себе в пользу. Вы скажете, а если я вот умираю, у меня рак в четвертой степени? Человек не может умереть. Мы вечные, мы никогда не умираем. Грубое тело отделяется от тонкого, тонком теле человек остается, он потом и получает новое тело. И причем, когда он оставляет тело, потом через некоторое время он начинает себя понимать. Это доказано учеными. Моуди исследовал вот эти пограничные состояния, он описал, как люди себя вспоминают в момент, когда сердце останавливается и уже в мозгах ничего не движется. Это научный эксперимент, он доктор наук, он это доказал с помощью исследования тех, кто вернулся назад к жизни. И они описывали, что они видели после ухода из тела. Поэтому вот эта идея, что меня не будет, это неправильная идея. Раз я буду, значит, я не умру. точно так же вот этот вот стресс, разлуки с близким человеком возникает из-за того, что я думаю, что он ушел. Его нет. Его нет. Он есть и он никуда не ушел. Так как ты думаешь о нем, ты печалишься о нем, значит, связь остается. Но так как ты не понимаешь, что связь остается, поэтому ты печалишься. А он мог бы не печалиться, желать ему счастья, давать ему силы внутри, потому что сейчас ему тяжело, и он поэтому тянет себя, у тебя на сердце тяжесть. Постоянно думаешь о нем. Раньше не думал. Допустим, мама жила-была, жила-была, о ней не думаешь. Мама ушла из жизни, начал постоянно думать. Почему начал думать? Потому что она просит силы. Да ты молись. Черпай силы и святости, и к ней пойдут силы сами. И ты ей поможешь, и она потом тебе ручкой помажет, и тебе спасибо тебе, мой дорогой. Ты мне помог. То есть нет разлуки, нет, 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 есть просто невежество, отсутствие знания. об этих вещах и все. А если я умру в борьбе и в борьбе с несчастьями? Видите, эпиктик он продолжает. Ну и что же? В таком случае ты оставишь тело смертью человека честного, совершая то, что ты должен совершать. Нам все равно же придется оставить тело. И смерть должна же заставить нас, заставить нас за каким-то важным делом. я бы был доволен, если бы смерть застала меня за делом достойным человека, за делом добрым и полезным всем людям. или в то время, когда я стараюсь исправить себя. Тогда я мог поднять бы руки к Богу и сказать Ему, Господи, Ты знаешь сам, насколько я воспользовался тем, что Ты дал мне для понимания Твоих законов. упрекал я Тебя, возмущался ли против того, что со мной случилось, уклонялся ли от исполнения своего долга. Благодарю Тебя за то, что я родился за все Твои дары. Я уже попользовался ими довольно. Возьми назад и распорядись ими, как Тебе угодно, ведь они Твои. Видите, он настраивает своих учеников, это для учеников все писалось, настраивается на то, что не надо бояться уходить из жизни, надо бояться неправильно жить. Когда человек уходит из жизни, он правильно жил, что ему бояться? Он уходит, он говорит, Господь забирает все, вот тебе то тело, которое Ты мне дал в пользование, а это нам дают в пользование. Для чего ты? Это не то, что это наше все. Это не наше, это нам дают в пользование. И те, кто считают это своим, это иллюзия, заблуждение. Потому что когда случается запор, если это Твое, попробуй покакай. Не можешь, значит, не совсем Твое. Кто хочет иметь успех в мирских делах, тот не спит по целым ночам напролет, постоянно хлопочет, слютится, подлизывается к сильным людям и вообще поступает как несчастный или подлый человек. В конце концов, чего он всем этим добивается? Он добивается того, что его окружают некоторыми почестями, что его кто-то боится. И он, сделавшись начальником, распоряжается какими-нибудь поступками людей. Неужели же ты не захочешь сколько-нибудь потрудиться для того, чтобы освободить себя от всех этих мелких забот и спать спокойно, ничего не боясь и ничем не мучаясь. Знай же, что такое спокойствие души не достается даром. Это наставление для монахов уже, не для нас с вами. Но в нем есть смысл для нас. Почему? Потому что его ученики были монахами, он для них писал. Смотрите, интересно знать, что у человека есть природа. Допустим, у него природа быть начальником. Что он должен дворником быть? Нет. Должен быть начальником. Должен стремиться. Это его природа. У кого-то есть природа, допустим, быть торговцем, у кого-то, допустим, быть преподавателем, юристом, врачом и так далее. Есть разная природа у людей. И надо выполнять свой долг перед судьбой. Надо стремиться к этой природе, потому что иначе будешь чувствовать, что ты какой-то недостойной жизнью живешь. Однако, если человек забывает, что сама возможность жить по своей природе дается только в результате духовной практики, то тогда он будет не спать ночами и будет вот таким, как здесь описано. Даже если он будет заниматься по своей природе. Но забудет про то, что все в сердце решается, про сердце забудет, забудет о духовной жизни своей, вот тогда наступит несчастный судьбор. Исмирение. Это значит, что выше, вы выше работы. Вы уже выше работы. Есть люди, которые из смирения просто что-то делают в этом мире. Это эти люди учителя по своей природе. Они выше просто того, чтобы работать. обычные люди не работают дворником и смирением. Только сильные люди могут работать, бросить все и работать просто дворником и смирением. Это уже отречение от жизни. Не обязательно жить в монастыре, чтобы отрекаться от жизни. Можно просто очень скромно жить и делать какой-то скромный труд и при этом быть мудрецом и давать людям советы. Это очень высокий уровень развития личности по факту. с помощью духовной практики. Смотрите, человек раскрывается постепенно в результате духовного роста. Духовный рост означает просветление. Просветление означает, что ты увидел, что происходит. Если уж говорить о духовном развитии, то есть пять уровней сознания вообще в этом мире. Самое скрытое это сознание, когда очень сильно душа окутана эгоизмом, то живое существо получает тело-дерево. Дерево спит глубоким сном. Оно себя не помнит. Но так как оно растет к солнцу, стремится к счастью, размножается, оно защищается от всех остальных, оно растет, питается. Это значит, это все признаки жизни, значит, там присутствует душа. Мой личный опыт такой. Я могу тестировать конституцию тонкого тела. И конституция тонкого тела деревьев и людей не отличается никак. Я не имею в виду конституцию разума. Тонкое тело означает энергия, которая регулирует жизнь в организме. И вот эта энергия, она одинаковая, то есть одинаковое строение имеет. Там какие-то показатели. Это значит, что такая же душа находится в дереве, в теле дерева. И у коровы точно так же. Мы отличили коров от этих инфекций, вирусной инфекции. тестировал корову точно так же. Определил конституцию коровы, потом мы решили, что будем дальше делать. То есть с точки зрения конституция строения тонкая у всех потом дальше уровень животной жизни означает «сон со сновидениями». Она уже смутно начинает чувствовать, что здесь происходит. Но так как она еще не хочет работать над собой, нет желания работать над собой, поэтому это не разумная форма Жизни. Работать над собой может только разумный человек. Потом дальше пробуждающееся сознание — это человеческая форма Жизни. Но пробуждающее сознание — это еще не разумное сознание. Пробуждающий означает, что я уже чувствую, что есть совесть, я хочу жить правильно, я хочу разобраться, я хочу учиться, научиться, как жить правильно. То есть у меня много вот таких желаний, которые не связаны чисто с едой, там вот этим желанием, там себе квартирку построить, там и так далее. Желания присущи всем животным. Блиотается желание как-то чисто, правильно жить. Это уже человеческая форма жизни. Но как это делать правильно, непонятно, пробуждающееся сознание. Когда человек начинает заниматься духовной практикой, то духовная практика — это деятельность только разума. И всё. Я прошу прощения, я желаю всем счастья, я прощаю, я связываюсь со святостью, я чувствую какой-то возвышенный, чистый человек. Это невозможно умом сделать. Это деятельность разума. То есть когда человек свой разум начинает раскрывать, он чище, чище, чище становится. То есть в какой-то момент, смотрите, то есть стебель у растения сравнивается с жизнью дерева, жизнь, сон без сновидений. Бутончик появился, животная форма жизни. Чуть-чуть раскрывался, начал человеческая форма жизни. Раскрылся — это уже пробудившись в сознании. Вот когда раскрылся, тогда человек узнаёт, чем ему заниматься. Хотя бы чуть-чуть раскрылся. Он уже узнаёт, чем в жизни заниматься. Это происходит за счёт развития разума, означая буквально в смысле слова «духовная жизнь». Но раскрытие разума также происходит в результате выполнения своих обязанностей. Когда человек не знает, чем ему заниматься, ему надо самосовершенствоваться и одновременно выполнять в обществе свой долг. В буквальном смысле это означает для женщины больше уделять внимания личной жизни, не работе, а личной жизни, для раскрытия своего предназначения. А для мужчины больше уделять внимания социуму, то есть труду. Таким образом, если человек не знает, чем ему в жизни заниматься, он должен работать там, где он полезен и больше уделять внимания духовной жизни, молитве, развитию себя как личности внутри себя. И в результате очень скоро он поймёт, чем ему в жизни заниматься в социуме, потому что цветочек раскроется. Но есть ещё пятый вид сознания, называется «бодрое сознание». Это сознание возможно только в святости. Когда человек находится в бодром сознании, он уже не занимается своим предназначением. Потому что его предназначение, наше предназначение, это всегда деятельность ума. Есть несколько понятий в ведах в плане предназначения. Есть предназначение тела, то есть надо выполнять законы тела. Если не выполняешь, то будешь болеть. Есть предназначение ума и есть предназначение разума. Предназначение ума означает заниматься по своей природе, деятельностью какой-то. Предназначение разума или фактически уже предназначение души означает заниматься самосовершенствием. Человек оставляет всё и действует только на платформе разума. Это означает пробудившееся, бодрое сознание. То есть человек ничего не делает уже кроме того, что он даёт знания другим и сам постигает знания. Он не зарабатывает денег, не думает о своём проживании никак. Это очень высокий уровень отвлечения по факту. И нам вряд ли всем удастся достичь этого за одну жизнь. Я думаю, что мне точно не удастся. Потому что это очень высокий уровень развития личности. Когда человек не беспокоится ни о каких своих потребностях. Он действует на платформе разума только. Означает, понимает, что главная потребность – это деятельность сердца. И он знает, что всё остальное приходит само собой в жизнь. Он уже получил это знание. Но это очень высокий уровень. Да? Правильно? Да? Правильно, да? Это да, правильно с его точки зрения. И он прав, потому что если человек честно живёт, это самая лучшая духовная практика. Лучше не бывает вообще. Потому что, смотрите, сначала человек, когда начинает духовной практикой заниматься, он себя считает очень возвышенным. Гораздо лучше, чем муж. Это точно. Гораздо лучше, чем муж. Вот. Следующая стадия. Он начинает чувствовать, что у него есть грехи. Человек, занимаясь духовной практикой, начинает чувствовать, что у него есть грехи. И с другой стороны начинает видеть хорошие качества мужа. Потихоньку. Дальше, следующая стадия развития в духовной жизни. Человек начинает видеть у себя много грехов и видеть, что очень много хороших качеств близких людей. И следующая стадия. Человек начинает чувствовать, что самая лучшая духовная практика — это просто честно относиться к близким людям. Самая лучшая духовная практика — это быть честным просто перед людьми. Это очень трудно сделать. Очень трудно. Есть ещё высшая духовная практика, когда человек понимает, что такое честность по отношению к Богу. Это уже более высокий уровень. Но все эти уровни развития человека проходят в результате отношений с Богом. Потому что только солнце может растопить тьму. Быть честным означает жить по Знанию, как надо. Не как хочется, а как надо. Кто спросил? Нет. Как надо. Сейчас объясню. Вот, допустим, хочется, чтобы муж вести себя хорошо, нежно. А надо самой себя вести с ним нежно, чтобы он был нежным. Потому что мужчина отражает нежность женщины. Он не может сам быть нежным, потому что он деревянный. А? Чё? Если он матерится, значит, нежности не хватает у жены. Если же жена ведёт себя с ним очень нежно, то его сердце тает, и он хоть и строитель, он матерится на стройке. А дома он с женой ведёт себя очень нежно. Если муж считает, что жить честно – это глупо, значит, его сердце не растопило любовь жены. Потому что жена – это сердце мужа. Она является голосом правды для мужчины. Мужчина очень занят деятельностью. Ему трудно, как бы, вот эту все вот, какую-то философию, что он там городит, это мочкарик вообще. Трудно, потому что он занят деятельностью, он работает постоянно, понимаете? Очень тяжело. Вот когда человек сфокусирован на одном, очень трудно там что-то ещё. И с той же точки зрения, он приносит деньги в семью, он заботится о семье, он живёт честно. Но так как женщина, у неё сердце снаружи к Богу находится открыто, это так Бог специально устроил, чтобы у женщины сердце было снаружи, то она чувствует, что он не дотягивает до меня. Ну, Господи, не понимает, что надо заниматься духовной практикой. Урачок вообще. А если на вашей жизни дотягивает, то не чувствует? Ну, повезло, значит, хороший муж, значит, ей, значит, уже взятка какая-то дана. Но вообще практика такая обычно, что жена сначала начинает заниматься духовной практикой и думает, ну, что-то мужик у меня какой-то странный. Он постоянно работает, ничего не изображает, не понимает, что надо заниматься духовной практикой. Это значит, что она ещё не выполняет свои обязанности. Когда она начинает больше молиться, то постепенно она понимает, что мужчина очень занят трудом, и это есть его духовная практика. А я должна растопить его сердце к знаниям, чтобы он так же трудился над собой. Это роль женщины, то есть она так смиренно и скромно рядом с ним находится, заботится о нём, что он постепенно, просто без благодарности к ней говорит, «Слушай, я тоже хочу с тобой на лекцию снять». Просто не то, что он на лекцию хочет, но просто потому, что он её любит. Поднимите руку мужчины, которые пришли так на лекцию с ним. Спасибо. Это, на самом деле, Герарка благороднее, благороднее, чем просто прийти на лекцию. Просто из любви к жене это очень благородно, на самом деле. Это означает... Спасибо большое. Это означает настоящий мужчина, понимаете? Потому что мужчине гораздо тяжелее встать на духовный путь, чем женщине. Тысячу раз тяжелее. Потому что он связан ответственностью перед семьёй, и он не может от этого отступить. Эта ответственность, она несёт его по жизни. Женщина, когда выходит замуж, она все свои трудности психически отдаёт мужу автоматически. Дорожается первый ребёнок, его трудности тоже мужу отдаются. И второй, и третий, все трудности мужа. Женщина поэтому и хочет больше детей. Потому что чем больше детей, тем больше у неё счастья в жизни. А муж поэтому сомневается, что надо ещё. Потому что чем больше детей, тем тяжелее мужу становится. И она... Чем больше счастья, тем больше у неё сердце раскрывается, тем больше ближе она к Богу. И она говорит, ну ты мне вообще баран. Третьего родили, вообще бараном стал. Я чувствую, что надо молиться в духовной практике заниматься, потому что её освобождает природа от трудностей, женщины в семье. А мужчина, наоборот, напрягает. Он говорит, ну да, ты у меня такая развитая. Что тебе по жизни делать, девушка? Простите, пожалуйста. Что нужно делать? Сейчас объясню, что нужно делать. Нужно ничего не делать. Того, что мы делаем обычно. Вопрос такой. Вы говорите, духовной практикой заниматься. Что делать вообще надо? Я не понимаю, что делать. Вот смотрите, мы вот в этом мире, мы понимаем, что значит делать. Это значит, что должен быть какой-то результат. Но когда ты садишься и просто повторяешь молитву какую-то, какой результат? Легкость внутри появляет. Вот это духовная практика. Это и есть практика, а означает в данном случае действие, не направленное на внешний результат. Скупые люди постоянно живут желанием внешнего результата, а разумные люди отказываются от этой идеи, начинают себя заставлять действовать внутри себя и получают внешний результат гораздо быстрее, но он уже им не так сильно нужен, как раньше. Это молитва или настрой, чтение духовной литературы, общение с возвышенными людьми или просто общение с людьми, которые пришли, тебя внимательно послушают. Потому что по факту, если человек слушает три часа, он уже возвышен. И вот для меня просто ваше присутствие означает моя духовная практика. То есть я смотрю в ваши глаза и я не достоин на самом деле вашего вот этого внимания, если честно. Но так как оно есть, я вам очень благодарен, и ваши вопросы все это то, что окрыляет моё сердце. Потому что все эти темы, они очень важны в жизни. Мы сейчас о важных вещах говорим. Вот это духовная практика. То есть духовная практика означает чистые отношения между людьми, не мотивированные деньгами, развитием, славой, успехами. То есть я начинаю мотивироваться тем, чтобы меня все слушали, и развиваться на этом, это уже не духовная практика. Я должен мотивироваться только тем, что вы слушаете меня, и это означает моя жизнь. Это означает то, что мне в жизни даст возможность служить своему наставнику, Богу, вам, потому что все это вместе одно и то же по факту. Господь присутствует везде в людях, Он нас испытывает по-разному. Духовная жизнь означает вот так воспринимать мир. Не с позиции своих интересов, а с позиции чего-то более высокого, важного. Ответи на нацелет. Но давайте вернемся назад вот к этому вопросу на развитие мужчины, потому что это важный и ценный вопрос для многих женщин. Смотрите, то есть кажется, что мужчина не развивается, потому что он работает постоянно, он говорит, честно живи, это и есть духовная жизнь. Это очень высокий уровень понимания вещей, на самом деле. Потому что не факт, что женщина, которая не вкладывает свои духовные силы в мужа и не развивает его мягко и тактично, не факт, что она честно живет, не факт, что такая женщина на самом деле по-настоящему занимается духовной практикой. Потому что духовная практика — это не восторгаться молитвы, это не с упоением читать духовные книжки. Духовная практика для женщины — это всего лишь одна простая вещь, когда она терпеливо, спокойно доносит до сердца мужа то, что она знает в своем сердце. Поэтому женщина является главным учителем для всех людей. Первым учителем для ребенка является женщина. Первым учителем для мужа также является женщина. И когда женщина мягко и тактично с любовью доносит до мужа то, что ее сердце знает, а Бог женщине дал это знание, очень быстро, женщина чувствует истину сразу. Тогда в этом случае что происходит? Смотрите, интересная вещь. Женщина знает истину, но ей очень трудно дотянуться до нее. Мужчина не знает истину, но он способен до нее дотянуться. Представьте, когда женщина начинает сотрудничать с мужем и любить его по-настоящему, она доносит до него истину и доносит постепенно. И когда айсберг тает, это не то, что он такой деревянный, не такой, айсберг тает снизу. Он тает, 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 потом раз, я хочу на лекцию сходить. Но потом вы его не узнаете. Вы должны понять, что мужчина как паровоз, а женщина как ветер. Ветер может туда лететь, может туда. В зависимости от интересов и судьбы. Судьба придавила, на лекцию уже не могу ходить. Но когда паровоз поехал, его уже не остановишь. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка, другого нету на пути. Понимаете, когда мужчина занялся самосовершенствованием, женщина за ним уже не угонится. Она просто хватается за него и летит вперед. Радостная, потому что она выполнила свой долг перед своей судьбой, перед мужем и перед детьми. Как мягко говорить, для этого сначала нужна молитва, потому что нет мягкости означает ваше сердце как камень. Оно не способно предпобеждать вашу собственную судьбу, потому что именно ваш муж вас приведет к Богу. Но так как вы не способны свое отдавать, это значит, нет духовной силы. Мягко можно говорить, если появляется духовная сила, если вы очень серьезно настроены на молитву, то первое, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы можете ему это сказать даже просто. Нет, сначала понимаете, что у вас сердце спокойно занутое стало. Чувствуете, что все будет хорошо. Значит, вы побеждаете свою судьбу. Дальше. Вы уже можете ему как-то об этом говорить, и он не нервничает, не злится. Значит, больше победа уже дальше идет. И дальше вы в результате молитвы начинаете менять его сердце уже. И он сам интересуется. Он говорит, а куда это ты пошла сегодня? Я тоже хочу узнать об этом вот все. Как? Если муж приходит раз в неделю домой, это хорошо. Это значит, что он ваш муж еще. То есть надо начать с самого начала. Надо понять, что у вас нет силы любить, что вы, женщина, должны учиться любить. А мужчина не может противостоять любви. Энергия любви берется от высших сил. Вы начинаете свою духовную внутреннюю жизнь и в сердце устанавливаете с ним отношения. Вот сейчас у вас, в вашем сердце, к нему камень. Вы по факту хотите его бросить. И поэтому вы задали мне этот вопрос. Я сейчас демоксировал ваше сердце. Вам сказал. Как вы киваете головой, значит, вы согласны с этим. Не согласны. Как наоборот? Вы хотите, чтобы он вернулся. А в сердце что у вас по отношению к нему? Нет, вы говорите сейчас про себя. Я говорю к нему что у вас в сердце? Нет, вы говорите про себя. Опять сейчас привязанность это ваша, а к нему у вас что в сердце? А? Нет, камень. Вы его не видите не чувствуете я вот сейчас смотрю, пытаюсь понять этого человека и вижу, что очень занятый в жизни человек, он очень много работает, трудится, занятый человек. И вот вы начали об этом знаете. Вы не знаете о том, что он занятый и ему нужна забота дома. А вы постоянно требуете все внимание, а не забота. и он устал уже от такой жизни. Ему нужен отдых дома, а отдыха нет. Поэтому он начал отдыхать в другом месте. Это закономерный результат вашего эгоизма. Видите, вам уже легче стало, так? Вы почувствуете, что легче стало? я вам рассказал об этом человеке, вам стало легче, потому что вы с ним ниточку почувствовали связи, вы его поняли. Это надо делать самой в результате молитвы. Вы сначала молитесь о том человеке, постепенно сначала я хочу счастья с ним. Сначала он такой плохой, то есть вы сначала его не понимаете, сначала идет вот это ощущение своего страдания, но постепенно святость наполняет ваше сердце, и вы начинаете чувствовать совсем другие вещи. Он начинает чувствовать, почему он ушел из дома и не приходит и приходит раз в неделю. Он начинает реально чувствовать, почему так произошло. Это значит, что вы получили объем работы. Сколько вам надо трудиться сейчас для того, чтобы муж назад вернулся в семью. Объем работы вы получили. Он все равно работает. Ребенок родился, он опять продолжает работать. Это означает, что он дома не отдыхает. Посмотрите, вы говорите, нет, Олег Геннадьевич, он виноват. А я говорю, нет, как вас зовут? Нет, Мила, вы виноваты. Нет, не я тоже виноват, а в ваших проблемах виноваты только вы. Но вы сейчас кинули головой на самом деле просто для того, чтобы я от вас отстал. виноват. Потому что вы сможете это понять только через момент. То, что я сейчас вам сказал, это даст вам просто какое-то внешнее представление, о чем идет речь. Потому что когда вы серьезно наполниться духовной силой, тогда вы поймете объем работы, вы поймете, что ситуация совсем не хватает, он хороший человек, просто он не отдыхает дома, поэтому он не приходит. отдых означает женщина служит. Служит, а не тянет. Потому что если женщина хочет что-то получить от мужчины, она должна так ему служить, чтобы от него отфутболивала назад. Когда женщина нежно себя ведет, значит, женщина очень нежная с ним. Если он ласково разговаривает, значит, она очень ласковая с ним. И так далее. Понимаете? Но это означает любовь уже, то, что я сейчас говорю. Любовь. Любовь, которая возникает только в результате душевной работы. Потому что женщине хочется все наоборот всегда. Чтобы он был первый. А он не может в личных отношениях быть первым, потому что личные отношения имеют женскую природу, а не мужскую. Вы хозяйка отношений. Поэтому вы их строите. Вот то, что вы сейчас построили, вы им сейчас это объясняете. Вы хозяйка отношений, трудитесь над ними, и они будут вашими все. Потому что вы хозяйка. Вот то, что вы сейчас сделали, то и ваши. Сколько вы ему любви дали, на сколько он приходит назад. Ну, видите, как бы некоторые люди в зале подумали, но он же на работе остается, а не у подружки. Да, вы правы. Но это уже следующий этап. Это означает уже разрушение семьи. Вот у них семья еще не разрушается. Бог еще терпит. Он уже была уже другая женщина. Вот это означает, сказать, что Бог уже отворачивается от вас. То есть Он уже не оставляет вам шансов. Но если Он говорит, Он хочет вернуться, значит, еще один шанс есть. Понимаете, то есть вы уже практически своим поведением разрушили и у вас все равно возникает мысль Легина 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 Неужели вам нечего сказать моему мужу? Неужели я во всем виноват? Вот если был здесь ваш муж, я бы ему говорил для него. А так вы здесь сидите, поэтому я для вас говорил. Как вы думаете, кого считает Бог первым, кто должен первым пойти навстречу и отдавать себя жертвовать ради отношений? Как вы думаете, кто должен первым в вашей семье? Не женщина, а тот, кто пришел на лекцию? Олег Геннадьевич, а что делать мужчине, который не может отдыхать? дома? Не может отдыхать дома? Не может отдыхать дома? Вы готовы слушать? Женщины, они такие, они все готовы слушать. У них такая сила есть, но мужчин такой силы нет. Если я вам сейчас буду серьезно говорить, не факт, что вы будете слушать. Готовы слушать оба. Одна оба вместе, да? Хорошо, если мужчина не может питать дома, что делать? Это значит, что тяжелый период в его жизни. Тяжелый. Он не чувствует любви от своей жены, не чувствует счастья, ему надо где-то его искать. Мужчина, он очень нуждается в энергии любви, женщина не так сильно нуждается. Женщина состоит из энергии любви, поэтому женщина реже пью. Почему мужчина пьет? Потому что раз бутылка заменяет энергию. Это тоже энергия любви, только низшего порядка. Это энергия любви, которая приходит через духов. Когда человек выпивает, он с духами связывается, получает через них энергию любви. Очень быстро раз выпил, сразу. Все классно стало. Получил. Мужчина нуждающийся, у него нет своей энергии любви, он может получить ее законно, только из двух источников, от жены или от Бога. От жены или от Бога. Поэтому заставьте себя отдыхать в тех местах, где занимаются духовные практики. И это даст вам силы переварить ту энергию страдания, которую испытывает сейчас ваша жена, которая не дает ей возможность наслаждать вас, давать вам силы. И когда вы переварите и свою эту энергию невозможности отдыхать дома, и энергию жены страдания, то она так будет вам благодарна, что из ее сердца даже на фоне ее тяжелого периода жизни вырвется вот эта любовь. И вам будет хорошо уже приходить домой. несмотря на то, что по судьбе вам положено это будет только через полтора года. Вы реально можете за несколько месяцев уже достичь этой возможности. Через духовную жизнь сначала вам станет комфортно внутри, а потом вы это сделаете так, что ваша жена раскроется для вас, рядом с вами. Если жена сама не дает любовь, мужчина с помощью духовной силы должен сделать так, чтобы через нее любовь пошла. Женщина по факту такая же бессильная, как и мы. Она может придумать, что она источник любви, но по факту она просто ее передает, как передатчик. Вся любовь принадлежит Богу. Поэтому иногда у женщины есть энергия любви, и мужчина с ней живет в это время. Иногда у нее нет энергии любви, и он ее бросает. Но настоящий мужчина, он не зависит от энергии внутри жены. Когда она есть, хорошо, когда ее нет, он своей духовной силой пробивает вот этот заслон, и через жену опять энергия любви идет, но это называется благодарностью. Она говорит, я так благодарна тебе за то, что ты рядом. И через это чувство благодарности энергия любви начинает течь уже вне кармы. Просто потому, что человек победитель своей судьбы. В основном люди бросают друг друга. То есть вот этот прочерк любви перестал течь. Или у мужчины перестал течь ручеек защиты. Что для женщины то же самое. Мужчина дает женщине ручеек защиты. Он так ослаблен, ему так плохо, что ручеек защиты перестал течь. С этого момента женщина уже не хочет с ним жить. И это очень для мужчины очень обидно и чувствовать какой-то жестокости. На самом деле вот мы такие жестокие все. У нас нет глубины любви. Пока мы не занимаемся вот этой вот сан пожертвы духовной практикой. Я могу привести такой пример. Замечали мужчины, что когда приходишь с работы и просто выжат как лимон, очень сильно устал, то в это время вместо того, чтобы о тебе позаботиться, жена начинает конючить. Знаете почему? Потому что эта усталость забирает у нее чувство защиты. Когда мужчина очень сильно устал, она чувствует себя беззащитно и начинает опризничать немедленно. Хотя она умом понимает, что это неправильно, что надо наоборот заботиться, но она не может это сделать, потому что у нее нет сил. Она пугается без незащищенности и начинает его мучить, хотя он и так уже замучен. И ему кажется, что она просто действует как монстр. Начинает ругаться, кричать, но нет. Да? Может, если я мужчина не могу стать наоборот еще для того, что я тебя сделаю, я не хочу тебя видеть. Если мужчина приходит с работы уставший, женщина хочет о нем позаботиться и он говорит отстань, я не хочу тебя видеть. И ты не приставай к ней. И ты не приставай к ней. Так значит, чего женщина хочет? Позаботиться или защитить? Заботиться, но почему она это делает? С целью какой-то? Не помочь. Она это делает, потому что она хочет проверить, защищена она или нет. И когда он очень уставший, он говорит, я хочу отдохнуть. То есть он не может ей сейчас давать защиту. Какова забота в данном случае забота заключается в том, чтобы вы не пробовали. Вы не можете этого делать. Почему? Потому что вы хотите защиту. Поэтому вы его мучаете. Вы как раз говорите о том же сам, о чем я. Видите? Я понимаю, почему вы помолитесь. Можно двигаться дальше. Мы прочитаем всего лишь одно утверждение. у вас много вопросов. Простите меня. У меня много вопросов. совмещаете молитву и темуть пол? Так и надо делать, конечно. Но какое-то время надо делать только молитвы. А остальное время надо совмещать. Нормально. Нормально. Но потом наступит такой момент, что вы поймете, что практическим делом хорошо заниматься, нужно сосредоточиться в какое-то время на молитве просто. Это следующий уровень развития личности. А сейчас пока правильно мыть пол и молиться. А можно я продолжу? Можно? А? Чуть по коже. женщина как настойчивая. Что ты не остановишь? Что вы сказали? Это последний вопрос будет, да? Да, ваш последний вопрос. Что делать с тёщей, если муж не может отдыхать дома, когда она приезжает? Какой вопрос? И что делать с мужем, когда приезжает тёща? Какой вопрос? Что делать с тёщей? Кто важнее, тёща или муж, в конце концов? У меня к вам встречный вопрос. А это кто так считает, что муж не отдыхает, когда тёща приезжает? Муж или вы? А? То есть муж тоже считает, что когда тёща приезжает, он не отдыхает. Это так? Точно? Или только вы так считаете? Или вы его уговорили об этом? Ну, не важно. Пускай это будет свекровь, да? А? Тёща? Его тёща, да? Хорошо. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы должны заботиться, беречь мужа от родственников. Это ваша прямая обязанность. Поэтому надо пространство мужу выделить и сказать маме, мамочка, мы давай с тобой здесь, а мой муж будет там. Она не должна шаровать по всей квартире. Она должна быть скромненькая у вас дома и как бы поднимать, что там мужчина должен иметь какое-то место для себя. И это вы решаете. Вы решаете. Не ваша мама, а вы должны ей как бы об этом очень мягко намекнуть. Мягко. Прекращается ли наша жизнь с плотской смертью? Это вопрос самой великой важности. И редкий человек не думает об этом. Почему этот вопрос великой важности? Как вы думаете? Потому что, смотрите, в жизни есть два варианта всего. Первый вариант. Если прекращается жизнь... Два варианта. Я это назвал три. Ну что это значит? Это значит, что Господь хочет, чтобы вы были на этой лекции очень веселыми. Я же вам обещал, чтобы вы веселились. Поэтому это показано в премии, как говорю два. Ну чтобы вам это как-то пляж заменило, правильно? Смотрите, сколько вопросов. То есть у нас сегодня такая лекция веселая. Мы веселимся. Так, два варианта, да? Первый вариант. Первый вариант это... Пей, гуляй, веселись. Если человек заканчивает жизнь, то надо просто обалдеть. Если одна жизнь, зачем напрягаться? Зачем себе чего-то решать? Надо полностью предоставить ей полную возможность. Все, что ты можешь в этой жизни получить себе прекрасного, как ты понимаешь, то и получай. Потому что жизнь одна. Потом до свидания. Второй вариант. Если жизнь не одна, значит тогда все, что я сделал сейчас, будет влиять на следующую жизнь. Все наоборот. То есть это значит, что надо заботиться о душе. Смотрите, каждый человек должен выбрать из себя одну из этих двух философий. Если вы выбираете первую философию, нет смысла оставаться на лекции. Если всего одна жизнь, то надо просто идти и наслаждаться все. Если все-таки потом дальше будет жизнь, пускай там не здесь, но где-то она будет. Это означает, что я душа, а не тело. Если дальше будет жизнь, то я должен прежде всего в этой жизни заботиться о душе. Потому что жизни этой осталось мало, хоть мы об этом и не хотим знать. Больше всего в этом мире мы не хотим знать о том, что этой жизни осталось мало. Больше всего на свете именно об этом мы не хотим знать. Вот мне, например, осталось двадцатник, это максимум, это в самом лучшем растворе. Ну, там мне почти пятьдесят, еще двадцать и уже буду глибить костями. Ну, и там, может, доживу, может, нет. Все зависит от твоего. Всядь же к обстоятельствам. А может быть и меньше, потому что некоторые друзья мои уже оставили этот мир. Это означает, что надо думать, а что там дальше надо делать. Видите, об этом думать тяжело. Вот в это время, когда человек об этом думает, его включается в настоящий разум. Разум, который дает возможность эту жизнь прожить правильно. Поэтому Астровский говорил, надо жизнь жить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. А мучительно больно бывает только в одном случае, если человек знает, что есть следующая жизнь. Иначе, что мучительно больно? Все уже классно будет. Почему больно-то? Потому что все уже было классно. А вот больно, потому что будет ли классно потом? Вот в чем вопрос, который мы должны себе задавать. Вопрос самой великой важности, и редкий человек не думает об этом. Смотря по тому, верим ли мы или нет в вечную жизнь, и поступки наши будут разумны или бессмысленны. Всякий разумный поступок непременно основывается на вере, бессмертии и истинной жизни. Поэтому первая наша забота должна быть о том, чтобы разобраться и понять, что именно в жизни бессмертно. Некоторые люди всеми силами трудятся над тем, чтобы уяснить себе это. Они признают, что от этого должна зависеть вся их жизнь. Некоторые думают, что тело бессмертно после смерти. И они ради тела заботятся. На самом деле есть тонкое или психическое тело. Оно не умирает. Также не умирает душа. Поэтому у нас заботится о своём характере, это психическое тело, и о душе. Что такое забота о душе? Забота о душе означает забота о том, чтобы увидеть в человеке, с которым я живу, чистое и светлое, которое мне уже Бог показал при первой встрече. Первая любовь моя земная, утром мой глаз. Я тебя совсем ещё не знаю, вижу в первый раз. Понимаете, это почему так? Спасибо за подтверждение. Это потому, что Бог даёт возможность людям душу друг друга увидеть, когда они встречаются. Чистоту человеческую увидеть даёт возможность Бога. Это надо запомнить и пытаться увидеть в своём человеке эту чистоту дальше в жизни. Не то, что судьба показывает грязь его постоянно, каждую секунду жизни показывает грязь. Надо пытаться отвернуться от этого и с помощью чистоты святости возвышенных людей научиться видеть чистоту близких людей. Например, мать, она, естественно, видит чистоту в своём ребёнке всегда. Ей Бог дал такую возможность. Это не её заслуга. Она увидела его, когда только родила. И так как у человека в момент рождения вообще не выходят никаких грехов из сердца, он ещё не дошёл до этого уровня никогда. То есть эта сила грехов запускается постепенно. Поэтому ребёнок в 12 годах начинает становиться совсем другим, в котором мы его не знали. То есть это просто грехи выходят наружу. Мать видит эту чистоту, и это означает, что она благословенна духовно относиться к своему ребёнку всю жизнь. Это благословение. Но также она должна научиться духовно относиться к своему мужу всю жизнь, ко всем своим родственникам. И это возможно только в результате отношений со святым человеком, потому что он нацеливает наше зрение куда надо. Когда человек так настроен, то это означает, что он живёт для своей души. И когда он это делает, то он получит духовную жизнь в следующей жизни. Лучшие условия существования, чем мы и имеем. Больше возвышенных отношений в следующей жизни. А может быть и вечную жизнь, без материального тела, только духовное тело. Вечная жизнь означает уже избавление от материального существования. Другие люди, хотя и сомневаются в бессмертии, но искренне мучаются своим сомнением и считают его за величайшее своё несчастье. Они ничего не жалеют, чтобы только узнать истину. Неустанно ищут его и считают это самым главным делом в своей жизни. Но если такие люди, которые вовсе не думают об этом, их небрежность там, где дело идёт на них самих, удивляет, возмущает и пугает меня, паскаль. Почему? Потому что они просто не понимают, зачем нужна эта жизнь в человеческом теле. Собачки, кошечки, деревья, насекомые, микробики. Никто не сможет развивать в себе то, что можем развивать мы. Но смотрите, одну треть жизни мы просто спим. Одну треть жизни мы работаем, чтобы поддерживать жизнь. Осталось всего 8 часов. И эти 8 часов нам надо покушать, позаботиться о своих детях, о семье. И остаётся, может быть, 2-3 часа. И в эти 2-3 часа мы чем занимаемся? Смотрим футбол, Санта-Пелеберду или ещё какую-нибудь ерунду. То есть то время, которое нам уделено для того, чтобы вы разобрались со своей душой и попытались действительно почувствовать радость совершенную, как мы на прошлой лекции говорили, радость совершенную человек только так, разобравшись с душой, может почувствовать. Он в это время занимается чем-то другим. И это вот очень сильно пугает Паскаля. Он пугается этому сильно. Почему? Потому что человек может потом и не получит человеческую воду в жизни. Поэтому христиане говорят «одна жизнь». Потому что один шанс тебе даётся. Потому что жить в собачьем теле — это не жизнь. Пусть они считают, что душа не может в собачьем теле делать. Но это не имеет значение. Имеет значение, что во всех верах одно и то же. Вот донати человеческую жизнь, используй, потом не получишь. Вот об этом речь идёт. Редкое рождение в человеческом теле. Очень редкое. И оно не предназначено для того, чтобы дом построить, для того, чтобы стать директором завода, завод, славы, ты там директором магазина. Это всё нормально. Это всё нормально. Если у тебя на это есть природа, ты станешь. Но если ты при этом не устанавливал отношения со всеми, чистые, светлые, светлые не хотел в людях видеть, не молился за то, чтобы простить, прощать и так далее, значит жизнь будет зря прожитой. Это просто то же самое, что у животных. Они тоже себе там набивают чочки, тоже как бы себе роют норки, тоже борзучки большие плотины себе делают. Они такие как мочарники там сидят. Я в Новосибирске купался в речке. Мне, чтобы нормально перелёт перенести, надо в баню скотить. Я в баню скотил, искупался в речке. И когда вышел оттуда, там тишина такая, темнело. Вчера вечером темнело уже. И вылез бальсучок. И он такой успокоен. Ну там начальник, понимаете? В этой речке начальник. Он такой успокоен. Серьёзно очень начал смотреть вокруг. Что происходит? Почти как директор завода. Кто положил свою жизнь в свете разумения и служит ему, для того не может быть отчаянных положений в жизни. Интересно знать. Смотрите. Когда человек думает постоянно, что судьба его учит, у него нет отчаянных положений в жизни. Потому что он всегда знает, что это учёба, и просто ему дан объём работы. Люди обычно пугаются. Вот у меня Олег Геннадьевич, я не могу выйти замуж. Это объём работы. Это не означает судьба. Как мне прижать всё, я не могу выйти замуж, что мне вешаться? Это не судьба, это объём работы. Надо столько молитвы сделать, потому что вы женщина родилась, значит, должна быть замужем. Женщина родилась, должно быть близкие отношения. Нет близких отношений, значит, объём работы большой. Судьба милостива. Когда судьба милостива большой объём работы даёт. То же самое, что кажется проклятием, тоже является благословением. У меня есть одна знакомая, она обездвижена. У неё в результате аварии парализовало ноги. И она в результате очень серьёзно занялась духовной практикой. У нас с ней была беседа на эту тему. Я её спросил, как ты думаешь, ты обездолена в этой жизни или, наоборот, благословлена? И она подумав, сказала, мне кажется, что обездолена. Я говорю, ну как ты думаешь, кому больше возможностей молиться, людям, которые пашут целый день, или тебе, которые сидишь на коляске? Она говорит, конечно, мне. Ну так это и есть благословение. Или, допустим, родители родился ребёнок с аутизмом. У меня такие родители подошли ко мне в Новосибирске, и мы с ними общались по поводу лечения. Они благословены или прокляты судьбой? Можно считать, что прокляты, но я смотрю, я таких людей вообще редко встретишь. Смотрю, у них добрые глаза обоих. Они так заботятся об этом ребёнке. Они реально очень глубоко относятся и к нему, и друг к другу. Таких людей редко встречишь. А почему они такие? Потому что они пережили всё это. Я это говорю не для того, чтобы у вас так было в жизни. Я просто говорю, что если так есть, то это означает особый человек. Я изучал это серьёзно, я медитировал на этих людей в прошлой жизни. Если женщина одна, это означает, что Бог на неё рассчитывает сильно. Он даёт ей тот экзамен, который она может сдать. Никогда человек не рождается в человеческой форме жизни, чтобы получить тот экзамен, который он не сдаст. Он всегда рождается только для того экзамена, который он может сдать. Вместе с экзаменом Бог даёт также и возможность сдавать его. Почему некоторые люди не сдают свой экзамен? Потому что они не хотят этого. Они хотят наслаждаться жизнью, а не сдавать экзамен. В этой жизни счастье всегда приходит только после сдачи экзамена, поэтому человек не должен ждать своего счастья. А ждание своего счастья означает просто пустая трата времени и проклятие своей собственной судьбы. Если женщина мечтает, когда я выйду замуж, когда я выйду замуж, ты проклинаешь свою жизнь. Тебе не надо об этом думать, надо постоянно учиться быть женщиной, заботиться о маме, заботиться о жучке, о внучке, редке, детке, обо всех. И щёчки станут румяными, несмотря на то, что ты не замужем. И когда они станут румяными, тогда на это обратят внимание молодые люди. Когда они обратят на это внимание, тогда выбирай. ты сдавал свой экзамен, да? Получится ли экзамен для экзамена досрочно? Досрочно? Получится, получится досрочно. Но всё равно сначала деньги, а потом стулья. Знаете, о чём я говорю? Он говорит, сначала стулья, возможно, но сначала деньги всё равно. Так что слово досрочно может означать, что сначала стулья, а потом деньги. Вы это имеете в виду или нет? Нет? Вот супер вопрос. Если у тебя уже всё получилось, жизнь обливается или нет, в этот момент сразу получите что-то новенькое. Ни один человек не расслабился в этом мире. Ни один. вот только получилось всё дальше опять что-то новенькое и так будет всегда. ускорить возможно, но тогда придётся меньше жить. и всё ускорил процесс. Ну ладно, движемся дальше. У нас сегодня весёлая правда лекция. Прямой путь или правила поведения, которые будут следовать, недалеко от людей, недалеко. Если люди ставят себя за правила поведения то, что далеко от них, то это не согласовано с природой человека. Это не должно быть принимаемо за правила поведения. Вот допустим, если девушка считает, что она должна перестать капризничать, вообще перестать капризничать, это не является правилом поведения. Настоящее правило поведения недалеко от человека. Поэтому она не должна думать, что она должна перестать капризничать. Она должна понять, что она должна просто извиняться за свои капризы. Это является правилом поведения. То есть какова безгрешная жизнь для женщины? Она капризничает и извиняется искренне. Правильная жизнь для мужчины означает, что он разгневался и извинился так же искренне. Это правильная жизнь. Но когда человек живёт такой правильной жизнью, то тогда следующий этап его развития уже будет такой, что постепенно привычка делать не так, как надо, будет таять. То есть сначала человек выбирает ту ступеньку, на которую он может встать. И это является для него правилом поведения. Люди, которые никогда не работали над собой, они всегда ставят очень высокие ступеньки. Например, девушка ставит ступеньку. Я хочу выйти замуж. Но она не должна ставить такую ступеньку. Она должна поставить ступеньку. Я хочу научиться дружить с подружками. Я хочу научиться быть такой женственной, чтобы у меня было много подружек, и я хочу от них научиться, о них о всех заботиться. Это первая ступенька. Вторая ступенька. Я хочу научиться заботиться о своих родителях. Мне с ними тяжело себя вести. Когда она сдала и эту ступеньку, и вторую. Следующая ступенька. Я хочу научиться помогать обездоленным людям. И вот, когда она до третьей ступеньки дошла, тогда она не может быть уже одинокой. Когда женщина уже помогает тем, кто нуждается, то ее нужда будет уничтожена немедленно. Одиночество означает скупость сердца. Есть только одна причина одиночек. Скупость. Я уже вот красивая. Чего, в чем делай? Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, можно вопрос задать? Вы сказали, что женщина должна поддерживать хорошие отношения хотя бы с одним мужчиной, глубокие отношения только с одним мужчиной. Должна ли незамужняя девушка поддерживать отношения с мужчиной, который, ну, бывший ее мужчина, который не хочет как бы на ней жениться, но они общаются? Нет, такого не бывает. Если вы общаетесь с бывшим мужем, то значит, что муж и жена. Просто я вам объясню, смотрите, семья иногда живет вместе, вместе иногда ее растаскивают. Вот смотрите, если семьи... И в это говорится, муж и жена могут жить вместе, если судьба тяжелая, они должны, говорится, жить раздельно, но они муж и жена. Они ни с кем не встречаются при этом, они просто ждут, когда опять стянет. А это долго ждать не надо, пару лет и все, и опять вместе. Просто у меня родители говорят, что я должна прекратить с ним общаться, иначе я никого не смогу встретить. Это факт. Вы должны прекратить общаться, иначе вы никого не сможете встретить. Но если вы прекратите общаться, вы бросите его, и вы тем более тогда не сможете встретить, пока вы за это не раскаетесь. Зачем тогда идти таким путем? А он не муж, он этот бывший мужчина, который просто... У него есть жена уже такая? Нет. Слушайте меня внимательно, что надо делать? Надо в молитве пытаться приблизиться к нему. Сейчас смотрите, вы в нужде находитесь, оба. В нужде, друг по другу. Но так как вы очень жесткий человек, а он очень родимый, это по отношению и его к вам, я сказал. Поэтому ему тяжело с вами рядом. Теперь, так как он, ну как бы, такой, как размазня, неответственный человек достаточно, вам тяжело рядом с ним. Видите, я сейчас показал причину, почему вы не рядом, тяжело к ним. Теперь смотрите, что надо делать. нужно в молитве почувствовать его сердце. И вы почувствуете, что он не размазня, а добрый человек. И для того, чтобы он был ответственным перед вами, он должен чувствовать вашу верность. Вы это узнаете в результате молитвы. И когда вы начнете верно себя вести к нему, он будет обезоружен, он не сможет быть без вас. Он и сейчас хочет отношений, так же, как и вы. Это означает, что вы не расстались. Бог не разлучил вас. Он еще рассчитывает на то, что кто-то из вас может сдать этот экзамен. Надо идти правильным путем. Не плавала. Внешние вещи не решают вопросов. Между вами камень. Не ниточка духовная, а камень между вами лежит. А если у него есть другая женщина, которая он раз в год ездит, то из-за этого мы ее не знаем? Ну, другая женщина, с которой он раз в год ездит. У вас тоже есть другой мужчина, на который вы постоянно посмотрите. И черный. Ну, только посматриваю. Этого достаточно уже, чтобы мы ездить раз в год. Хотя бы один человек должен сдать экзамен из пары? Или надо... Хотя бы один человек должен начать сдавать экзамен. Это означает, что этот один человек станет любимым. Вот смотрите, в отношениях всегда есть объект любви, есть тот, кто дает любовь. Кто является объектом любви? Тот, кто сдает экзамен. Влюбленность одинаково на всех действиях. Это одно и то же. Но потом она заканчивается, влюбленность. И дальше кто-то должен первым сдать экзамен, чтобы семья сохранилась. Кто-то первым сдает экзамен, вот допустим, если она сдаст экзамен, то он увидит, я хочу стать женщиной, жить. Такая корова нужна самому. И выдаешь экзамен, и станет рука. Он так почувствует. И он станет ее любить в этот момент. Это уже будет не влюбленность, это будет духовное чувство уже. Потому что она духовный экзамен сдала своей судьбы. Вот. А она его пока любить еще не будет в это время. она будет объектом любви. И она будет любить его поведение. Ну то есть она что делает? Она выполняет свой долг, но влюбляется он уже. А потом, когда он вести себя на станет вот так вот пожертвована, то она дальше его уже полюбит. Это уже дальше будет нарастать вот так вот. Но кто-то первый должен сдать экзамен. Проблема в том, что мы настолько эгоистичны, что мы хотим, чтобы он первый сдал экзамен, а не я. Это означает эгоизм. И он сидит у нас у всех в сердце. Женщинам кажется, что мужчине легче сдать экзамен, чем ей. Мужчинам кажется, что женщине легче сдать экзамен. Поэтому мы перекладываем эту ответственность друг на друга всегда. Но по факту экзамен должен давать тот, кто пришел на лекцию. Потому что если Бог дал знания, то надо действовать значит уже все. А? Вы первый раз на лекции? Продолжайте слышать. С теми нам все узнают. Давайте двигаться дальше. Я очень рад вам на самом деле, что вы пришли. Давно ваши глаза ждали. сдал вас в душу. Вы очень образованный человек. Может быть вы себя таким не считаете, но у вас есть одно преимущество. У вас хорошая рудословная. То есть ваши родственники были образованы и вы образованность получили в крови. С крови. С рождения. Я от вас я как бы не могу этим похвастаться. Поэтому вы чувствуете чего он из себя корче здесь. Но вы не обращайте на меня внимания. Вы все равно не ко мне живут Богу пришли. Просто посидите и послушайте. Хорошо? Это вот Конфуция сказала. Да. Кто положит свою жизнь в свете разумения и служит своему разумению для того не может быть отчаянных положений в жизни. Тот не знает мучений совести, не боится одиночества, не ищет шумного общества. Такой человек имеет уже высшую цель жизни, не бежит от людей, не гоняется за ними. Его не смущает помыслы о том, надолго ли дух его заключён в плотской оболочке. Поступки такого человека будут всегда одинаково совершенны, даже рядом с близкой кончиной. Для него одна забота — жить разумно в мирном священном писании подписано. И один вопрос ему был такой. Какая самая главная религия существует в этом мире? стреляет такой вопрос? Какая самая главная религия? Знаете, какой был ответ? Так примерно. Самая главная религия — это добросердечие. Если у тебя нет доброго сердца, а ты думаешь, что у тебя главная религия, ты очень сильно заблуждаешься. Потому что когда у человека доброе сердце к людям, это значит, он близко к Богу стоит. Если в ней доброе сердце, пусть это твои верные, твои люди не имеют значения, значит, твое сердце далеко от Бога. Для него одна забота — жить разумно, мирно, в полном общении с людьми. Смотрите, интересно знать про такого человека, что когда человек ниточку эту духовную завязывает с людьми и с остальным, у него и с Богом, у него не может быть отчаянных положений жизни, потому что он знает, что это всего лишь объем работы, и он также знает, что если он в этой жизни этот объем работы не сделает, он доделает следующий. Не бывает такого объема работы, которым душа в этом мире не справилась, потому что все, что нам дает Бог, это всего лишь для того, чтобы мы это сдали как экзамен. здесь нет ничего не справедливого вообще, здесь есть только экзамены, по которым как по ступенькам человек идет вверх, поэтому у него нет обчаянных положений такого человека, вы говорите, но это невозможно, возможно, надо просто принять, что такие люди бывают, изучать, что такие люди бывают. Дальше, у него нет мучений совести, потому что он для совести и живет, он только живет для совести, не для того, чтобы докупить на работу, сходить, денежку, он только для совести, он только о ней думает, для нее живет, поэтому она его не мучает, она ему благодарна. Совести это представительство Бога в сердце, это не наше, мы говорим моя совесть, это не моя совесть, совесть не принадлежит мне, это я ей принадлежу, она меня мучает, и я ее мучаю. Итак, не боится одиночества, потому что он никогда не одинок, он очень тесно связан с любви в сердце, нет одиночества, постоянно близость, не ищет шумного общества, потому что в нем нет вот этого сердечного отношения в шумном обществе, веселиться, гуляем, нет отношений, нет жизни. Понимаете, отношения вот в таких беседах, как у нас сейчас есть в храмах, естественно, в этих местах и так далее, конечно же, гораздо больше. его не смущает помыслы о том, надолго ли дух его заключен в плотской оболочке. Часто люди начинают духовной практикой заниматься, думают, ну все, вот я уже быстренько чуть позанимался, и все, и потом все, я уже освобожден, все. Но человек, который реально думает о быстине, его не беспокоит, освобожден, не освободен, потому что он настолько поглощен любовью к Богу, что он уже забывает вообще, где он живет, так, зачем. То есть его интересует только вот отношение с этой истиной, с этим сладким вкусом, с этим глубоким чувством святости, чистоты, которым посвятил свою жизнь. поступки этого человека будут всегда одинаково правильны. Даже несмотря, когда человек тело оставляет, ему уже трудно правильно поступать, потому что оставляет его самообладание в этот момент. Но так как человек не привязан к телу, он привязан к Богу, тело стареет, оно уже выталкивает его душу из тела, ну ничего страшного, он спокойно к этому относится. Но мы не должны имитировать вот это вот. Не надо пытаться и делать из себя такое видение. Почему? Потому что вот что нам Бог дал, какие возможности, то и хорошо. У меня был такой случай в Питере, один дяденька такой крепенький, в черных одеждах пришел, вот так шел, вот так вот, и говорю, вы что хотите? Я сам знаю, что я хочу. И такой подошел, так за ноль встал и так за... Висал, просто онемел. Все мужчины в страх такой впали, такой стопал. я не знаю, что он там делал, меня не трогал, но у меня все опустилось вниз. Напряглось все внутри. и вот здесь вот в сердце, как в детстве, я вспомнил, как в детстве, в сердце мне возникло такое слово украинское. Тика. Но вот здесь вот в голове у меня возникло другое, другая мысль, что если я сейчас побегу, то на этом мои лекции будут закончены. Жизнь останется, лекции будут закончены. Мне надо сейчас выбирать или лекции, или жизнь. Я почему-то выбрал что я хочу выполнять свой долг. Пусть делает все, что хочет. И я начал продолжать лекцию, читать лекцию. Она не была такая сладкая, как сейчас, мне было тяжело, но он постоял и ушел. Не стал ничего делать, потому что делать нечего. Я только сам себя могу убить, понимаете, меня никто не убил. только я сам себя могу. Или Бог решит, что пора. Это тоже нормально. Это Его решение. Поэтому нет никаких проблем. Но вот потом я думал, хорошо ли я повел себя, что у меня тряслись коленки и голос чуть-чуть дрожал. Знаете, мне Бог в сердце сказал, ты нехорошо себя повел и плохо. Нормально. в соответствии в соответствии своей возможности. Это Март Павелий. Прямой путь или правило поведения, которым надо следовать недалеко от людей. И это мы уже тоже читаем. Люди ставят себе за правило поведения то, что далеко от них, то есть не согласны с их природой, то они должны быть принимаемы за правило поведения. Плотник, вытесывающий топорище, имеет перед собой образец того, что делать. Взяв руки топорища с того топора, в котором он обтесывает, он смотрит на него и стоит с другой стороны после того, как сделал, но в этом топорище рассматривает их оба, чтобы видеть, насколько они сходны. Так и мудрый человек, который питает другим такие же чувства, как он питает в себе, находит верное правило поведения. Он не делает другим того, чего не желает, чтобы ему сделали. Смотрите, это вот то, что является высочайшей мудрой. Смотрите, допустим, я решил наказать своего подчиненного. Я начальник. Я должен его наказать. Как мне наказать его правильно? Я беру и моделирую ситуацию. Я смотрю, я подчиненный, смотрю на начальника и вижу, ты там как такой. И я думаю, а я вот не хотел бы, чтобы так со мной разговаривать. А наказывать надо. Тогда что делать? Когда человек так моделирует ситуацию, то он сделает идеальным образом всё. Он так накажет, как надо. Понимаете, о чём я говорю? Что сам поступок может быть по-разному произведён, но сначала надо включить разум, прежде чем совершать поступок. Например, сын получил двойку. Надо наказать сына. и прежде чем наказывать, включить разум, надо отстраниться от него, вот это, себе вот это чувство, что сейчас я ему скажу убрать, успокоиться, помолиться, если вы действительно хотите помочь сыну, а не просто поругаться. А дальше что надо сделать? Надо представить себя, себе этого мальчика, как он будет слушать, что ты ему будешь говорить. просто представить этого достаточно, чтобы понять, что делать. Просто в тот момент, когда происходит действие, надо включить этот механизм, а включить его очень сложно, потому что кажется, я и так знаю, как он среагирует. Нет, не так знаю, надо взять и смоделировать. Спасибо большое. Итак, идея в чем заключается? В том, что эта мудрость, она всегда работает, но очень трудно исследовать, потому что нас завлекает сам процесс и само желание сделать немедленно действие. Это и есть ошибка. Всегда кажется, что я знаю сама, допустим, я хочу мужу сказать, что он не прав. Я сама знаю, как это сделать. Стоп. Хорошо, ты хочешь сказать, тебе для чего это надо, чтобы высказаться или чтобы он понял? Если ты хочешь, чтобы он понял, тогда представь себя на его месте и как бы ты, будучи в его положении, приняла сказание. Если ты вот так примешь, значит, так и скажи. Но я не могу так сказать. Хорошо, тогда молись. Помолись немножко и скажи, как надо, и он примет. Вот такое поведение является совершенным. поведение. Но если вы попробуете так действовать, сначала будет трудно, а потом получится. Когда будет получаться, сердце будет радоваться. Но не всегда будет получаться. Потому что чаще всего мы хотим просто сказать, нам наклевать. А ему не будет. Вот он будет. Как сделать паузу? Вот смотрите, допустим, муж разгневан, он врывается в вашу комнату. Не смотрите ему в глаза. Ручка поднимите, кто говорит, что я видел. С кем разговариваете? Как сделать паузу? Вы да? Пониже смотрите. Вы да? Да. С вами общаемся. Муж допустим разгневан, он врывается в комнату, не смотрите в глаза. Если вы в глаза событию посмотрели, вы тоже будете разгневан, все. То есть первое, что нужно сделать, не поддаваться, не вступайте в бой, то есть не надо на распашку, как бы сейчас это же скажу, не надо, не смотрите в глаза, вырывается, сейчас я тебе устрою. Если успели не посмотреть, у вас появится возможность сбежать от этой ситуации. И вы скажете, хорошо, хорошо, но сейчас мне надо в туалет. Вы бежите в туалет, закрываете сна. Потому что гнев, вот этот пиковый гнев, он длится всего максимум полторы две минуты, а потом начинается спад, и вы уже выиграли время. И вы также, когда выиграли время, вы потом сможете уже понять, что делать в этой ситуации. или не выходить из туалета совсем, первый вариант. Второй вариант, выходить и сразу бежать не могу сказать, прости, 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 я виновата. Или близко очень, или очень далеко в этом случае. То есть, понимаете, я крайний случай вам привел, что есть событие, оно действует у человека. Когда уже подействовало на человеку событие, то уже ничего не сделаешь. Придется сделать ответную реакцию, это автомат, действует автомат, я ему уже все сказала. Но когда вы опомнились, уже опомнились, в этот момент нам немедленно надо просить прощения. Ну что, ребенок же тоже выводит из себя, так же, как мужик. Вот ребенок заплакал во время лекции, допустим, что делать? Надо смоделировать ситуацию. Вот чтобы я делала сейчас, если мне душно, я три часа уже сижу здесь в теле ребенка, ну что мне делать? Плакать только остается, вообще, как он вообще здесь терпит посидит? А? А рядом что? Что рядом? Надо сначала моделировать ситуацию, чтобы понять объем работы, объем работы такой, ребенок уже совсем сдолбался на этой рельси. Вот и вы будете знать уже сколько сил надо вложить, чтобы с ним дальше на лекции сидеть, или может быть лучше выйти, потому что ребенок может быть не выдержит. Скажите, а как наказывают, если сам добрый? нет нет такого слова доброта с позиции наказа, с точки зрения наказа, потому что наказание является самой высшей проявлением доброты. Я когда молился и пытался увидеть самое лучшее состояние, самое милостивое состояние своего наставника, я просил в своем сердце, чтобы он показал мне самое милостивое лицо свое, самую большую милость, которая только у него есть. И Бог не открыл это знамя, он мне показал моего наставника очень и очень строгим, просто как камень, хотя он никогда так не не смотрел, очень строгим, как камень его взгляд. И в этот момент у меня сердце начало трепетать, 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 но потом я раз остановил его, остановился этот взгляд остановил мое сердце, и я понял, что я буду делать так, как надо. Вот это есть и будет. Самое высшее проявление любви это строгость. Но есть такое понятие, как слабость сердца. Слабость сердца означает, что человек не понимает это высшее проявление любви. Например, женщина, которая любит по-настоящему своего мужа, она сначала заботиться о нем, эта забота вызывает в ней чувство собственного достоинства и ответственность перед отношениями. И дальше, если она продолжает заботиться о своем муже, несомненно, она будет ему говорить строгие слова. Если женщина не говорит строгие слова мужа, значит, она никогда по-настоящему и не заботилась. Потому что строгие слова она будет говорить только из любви, а не из того, что она его ненавидит. Понимаете? То есть более высокое проявление любви это строгость по отношению к другу. Это более развитые отношения между мужчиной и женщиной. Она не только по-шерстки его гладит. Также говорит ему строгие но не злобные слова. Строгие и злобные это разные вещи. Поэтому если вы настоящую сильную любовь проявите к своему сыну, будете говорить с ним строго но без злобы. Это сильное чувство. Его надо научиться понимать и переживать. А как научиться контролировать? Контролировать строгость? Нет. Гнев. Гнев контролировать невозможно. А как тогда будет с ним если показывать свои негативные эмоции это нормально. Показать негативные эмоции ребенку и потом извиниться. Это означает что вы будете приучать его к жизни. Потому что ни один человек не может контролировать гнев когда он уже пошел в развитие. Больше того даже высшие живые существа которые себя полностью контролируют если вдруг гнев у них пошел они не могут его контролировать. Гнев это бесконтрольное чувство. Он контролируется когда уже останавливается. А? По телефону как гнев остановить? Бросить телефон на пол. Очень легко. Сразу останавливается потому что телефон не работает некуда орать. давайте мы будем двигаться дальше или все время вопрос? У нас только веселая лекция что у нас одни вопросы. Это конкурсия сказал очень важно он не делает другим того чего он не желает чтобы ему сделать. По факту мы не знаем мы не знаем об этом что бы нам сделали мы об этом даже не знаем мы думаем что нормально я ему говорю в этом проблема заключается что нет адекватности в этом вопросе когда мне сильно хочется чего-то сделать кому-то это означает уже насилие если мне не захотелось сильно я успокоил себя значит все нормально вот допустим мне задали вопрос какой-то и мне сильно хочется ответить все это значит что я уже себя не контролирую надо успокоить сначала себя потом отвечать иначе никто не получит плана у меня была лекция в новосибирске в ведическом центре и там один человек встал и говорит вы не согласны ведом говорите там высказал мне как согласно а он просто спросил меня сначала вы сейчас правильно говорите согласно ведом или нет и он задал вопрос как он понимает то что я говорю а как вы понимаете то есть у меня заклинило внутри потому что я чувствую что он с таким гневом к мне обращается что у меня все заклинило внутри и у меня единственное что здравый смысл проснутся в сердце надо сейчас нельзя ничего говорить потому что ты сейчас ненормальный сейчас у меня возникла идея я говорю а как вы сами считаете как правильно и он тогда мне выдал как правильно. Он говорит, вы согласны? И в это время я уже успокоился. Я говорю, конечно согласен, руки вот так сложили. И он раз возьмёт такой. Ну хорошо. Надо как-то выкручиваться. Все то, чем люди так восхищаются, все ради приобретения, чего они так волнуются и хлопочут, все это не принесет им ни малейшего счастья на самом деле. Покуда люди хлопочут, они думают, что благо их в том, что они домогаются до этого всего, думают о будущем. Но лишь только они получат желаемое, как только они получат желаемое, они немедленно в эту же секунду начинают волноваться о том, чего еще не получили. Немедленно. Прямо сейчас. И вы скажете, а вот и нет, а вот и нет, я машину получил, купил и не волнуюсь, езжу, мне классно. Согласна? Согласна. То есть классно будет какое-то время. Но так как душа не может спать, вот смотрите, я получил машину. И что дальше-то? А дальше или гонять на ней надо, или еще, или показывать ее друзьям, или просто жене сказать, смотри, какая машина. Ну, надо с этим что-то делать. Ну, не можешь ты просто сидеть и смотреть на нее. Это и означает развитие событий. Понимаете? Это уже развитие событий, потому что друзья могут сказать, да дураш ты дурак, это не машина, это фигня. И докажут тебе еще. То есть, видите, душа не может застыть на приобретении, потому что она имеет вечно развивающуюся природу. Сейчас объясню, как это работает. В духовном мире время действует так. Все возрастающее счастье. Завтра будет лучше, чем вчера. Так действует энергия в духовном мире. А мы же души. И поэтому мы верим, что счастья будет все больше и больше. Мы не можем остановиться. Но в материальном мире счастья становится все меньше и меньше с каждым днем. Потому что тело стареет. Из тонкого тела все больше грехов с каждой секундой выходит. С каждой секундой жизни в нашем теле все больше грехов выходит наружу. Вот сегодня столько выходит, проходит немножко времени, больше выходит. Поэтому людей кривычат возраст. Почему? Потому что не могут терпеть уже такую нагрузку. Понимаете? То есть противоречие. В духовном мире всё больше счастья с каждой секундой, а в материальном мире, в материальном приобретении, с каждой секундой всё больше проблем. И поэтому из-за этой вилки, когда человек устремляется к материальным приобретениям, он начинает чувствовать вот это противоречие между всё возрастающим желанием счастья и всё возрастающей невозможностью его испытывать. Как, например, чем больше человек имеет собственности, допустим, предприятия, чем больше предприятия, тем тяжелее его контролируют. Чем больше предприятия, тем тяжелее его контролируют. И так далее, просто пока он с ума не сойдёт или инсульт не наступит. Понимаете? То есть чем больше ответственности, чем больше детей, тем тяжелее контролировать. Хотя дети приносят часть, тем больше детей, тем тяжелее, которые пока до безумия уже это не дают. Чем больше секса, тем больше хочется секса. И чем больше секса, тем больше качественного секса хочется. Не просто секса, а классного секса. И при этом, чем больше секса, тем быстрее жена надоедает. Это значит, что нужен секс уже не с женой. Вот в этом и заключается проблема, понимаете? Чем больше человек поддается желанием наслаждаться этим миром, тем больше он попадает в капкан. Вот об этом здесь говорится. И это очень понятно, потому что неудовлетворением своих праздных желаний достигается свобода, но наоборот избавлением себя от этих желаний. Если хочешь убериться в том, что это правда, то приложи к освобождению себя от своих пустых желаний хоть наполовину столько же труда, сколько ты до сих пор тратил на их исполнение. И ты сам скоро увидишь, что таким способом получишь гораздо больше покоя и счастья, чем имел. Видите, у нас нет опыта так жить, поэтому мы и не знаем, как это сильно работает. Вот женщина, допустим, думает, не могу больше терпеть этого человека рядом с собой. Видите, это означает очень наслаждаться. Теперь второй вариант. Просто сесть и полчаса помолиться о прощении этому человеку. Через полчаса она так комфортно себя почувствует в этой жизни, в отношениях с этим человеком, как никогда еще не чувствует. Видите, сила направлена на изменение другого человека, не дает практически никакой возможности вообще с ним отношения строить. Чем больше я хочу исправить своего ребенка, тем более он не управляет. Другой вариант. Я просто помолилась и приняла своего ребенка, какой он есть. С этого момента я начинаю понимать, почему он не управляет. Почему ребенок не хочет учить уроки? Есть много причин. Первая. Он устал от этих уроков уже. Ему нужно что-то другое. Или по-другому с ним заниматься надо. Вторая причина. Мы сами здесь балдеем, ходим. И поэтому он тоже балдеет. Есть на это причина. Он же живет в атмосфере. Он же неразумный. Он не может сам себя заставить. Третья причина. Почему он не хочет учить уроки? Он просто простыл. У него нет сил. Он болеет. Но пока человек заставляет учить уроки своего сына, он не видит этих всех причин. Он видит только то, что он неправ. И все. Когда мы считаем кого-то неправым, это и есть злой поступок. Мы просто совершаем зло в этом случае. Чтобы не совершать зло, надо в молитву войти и увидеть, почему человек так себя ведет. И тогда уже будет правильное поведение развиваться. Дальше. В отношении к нему. Я найду ключ. Пойму, как сделать так, чтобы он ведет себя правильно. Дальше. Интересно. Эпиктит развивает свои мысли. Он. У всех, кто серьезно изучал эту тему, возникнет сразу вопрос, где взять силы на это, на все. Потому что иногда сил просто не хватает. И видите, он как бы объясняет, где против это дальше. Покинь общество просто влиятельных людей. Перестань стремиться к людям знатным и сильным и воображать, что от них ты сможешь получить вот эти ценные вещи, меняющие жизнь. Ищи наоборот. Общество людей праведных и разумных. Именно от них, уверяя тебя, именно от них ты уйдешь не с пустыми руками, но с одним условием. Если ты придешь к ним с чистым и добрым сердцем. Есть. Не поя тут как бы, а с чистым и добрым сердцем. Если ты не веришь ни на слово, то хотя бы на время попробуй сблизиться с такими людьми. Постарайся сделать это хоть несколько шагов на пути к истинному счастью. А тогда уж сам решай, куда тебя больше тянет. Свободе и любви или грабству и злу. В таком опыте ведь нет ничего остыдного. Испытай себя. Испытай себя. В этом высказывании кроется сама суть. Самое главное, что дает человеку возможность победить свою судьбу. Это отношения. Близкие отношения. Большинство людей строят близкие отношения не с теми, кто способен близкие отношения строить. Муж и жена не имеют близких отношений между собой. Они имеют отношения наслаждения. Но если они смогут построить близкие отношения, значит тогда они стали мужем и женой. То есть они создали по факту, что змея создаются через много лет после женили. Близкие отношения означают отношения чистые, возвышенные. Не означают, что просто поговорили о делах сердечных. Это возвышенные отношения. Поэтому сначала человек должен близкие отношения строить чистые, возвышенные. Только с возвышенными людьми. Потому что они всегда отдают тем же самым. И по факту просто быть в обществе тех людей, которые говорят о возвышенных вещах, это и есть спасение своей судьбы. Почему? Потому что именно в таких беседах человек чувствует освобождение. Ему радостное сердце. Он чувствует, что он решает свои проблемы в жизни. Он чувствует, что его жизнь течёт в правильном русле сейчас. Он чувствует также способность действовать, потому что возможность рано утром вставать, возможность молиться и так далее исходит от тех, кто уже это делает. Понимаете, есть силы в этом мире, которые достигаются только с помощью близкого общения. И веды говорят, даже если ты хочешь просто стать богатым, найти в себе силы искренне служить богатому человеку. Не надо пахать, как и шаг. Найди в себе силы искренне служить богатому человеку. И этот богатый человек сделает тебя богатым очень быстро. Очень быстро. Служить не означает прислуживаться. Служить означает, что ты уважаешь себя, но ты искренне ведёшь себя. Ты говоришь, я буду предан тебе, буду тебе служить, но ты должен меня уважать тоже за это. Я прошу тоже к себе уважения. И он увидит, что такие люди нужны. Он тебя займёт тем, что ты можешь делать. Потом, когда ты повышишь свою квалификацию, он тебя повысит. Если ты хочешь власти, тогда служи человеку, который имеет власть. И ты быстро достигнешь власти. Но служить надо верно. Служить не означает лицемерить. Верно служить непросто. Для этого надо заниматься духовной практикой. Поэтому даже в этом случае ты должен молиться. Потому что ни будет молитвы, ни будет искренности. Ни будет искренности, никто её не заметит. Но ещё более успешным является тот человек, кто просто в своём сердце поклоняется святому человеку. Потому что святой человек выше стоит. И богатого, и влиятельного. Всех этих людей выше стоит. Поэтому Ипитер говорит, не пальцы. Служи сразу тому, кто выше. И ты получишь всё вот это, то же самое. Ты это тоже получишь. Потому что богатство приходит к человеку вместе с его увеличением, его статуса в обществе. Статус в обществе увеличивается, когда человек приобретает качество, необходимое для высокого статуса, качество характера. Поэтому человек, развивающийся качество, ничего не теряет. Он приобретает и внутреннее счастье, и наружное. Почему люди, которые серьёзно работают над собой, не убиваются тяжёлым трудом? Потому что бог им даёт легче возможности иметь что-то в жизни. Как это получается, объясню. Очень просто. Сейчас вы будете смеяться. У меня к вам вопрос. Если меня выгонят с работы в моей клинике, кто возьмёт из вас меня на работу? Я. Вы вчера этот вопрос в Новосибирске задавали. Да, да, да. Видите, всё очень просто же, правильно? Ну, то есть я без работы не останусь. Потому что я работаю над собой. У вас то же самое, поверьте мне, то же самое. Нет никакой разницы. Потому что именно работа над собой даёт гарантии человеку. Возможность защитить свою жизнь. А вот это, то, что я сейчас скажу, я в Новосибирске не рассказывал. Сейчас я вам скажу одну вещь, ещё новенькую. Ну, я раньше раз на лекциях говорил, этот пример приводил. Потому что вы сказали про Новосибирск, я вспомнил этот пример. Одна женщина, там живёт в Новосибирске, у неё было двое детей от мужа, и он умер. Оставил тебя вот муж. Она вышла за другого, и он, по-моему, ушёл от неё. У неё, короче, она осталась одна с четырьмя детьми. И они все маленькие, там, ну, по годке. Совсем маленькие дети. И она очень искренний человек, она очень искренне занималась духовной практикой. И очень много, а духовная практика для женщины означает заботиться обо всех. Она отвалилась и заботилась обо всех. Ей постоянно приносили еду, там, деньги и всё прочее. И у неё один ребёнок был больной. И я говорю, давайте полечим бесплатно вашего ребёнка. Так как она тоже была у моей знакомой. И она говорит, Олег Геннадьевич, вы меня не уважаете. Я говорю, в смысле? Вы что думаете, у меня нет денег полечить своего ребёнка? Я говорю, так вы не работаете. Он говорит, ну вы же сами на лекциях говорите, что деньги не с работы берутся, а с правильного поведения. То есть реально у них не хватало денег даже полечить ребёнка. То есть человек не работал, маленькие дети. И постоянно все заботились о ней. Потому что она успевала ещё заботиться о других. Вот у кого не возникло вероятные слова в сердце, поднимите его? Не возникло. Ну честно. Это нормально. Это нормально. Это означает, что надо этот опыт пережить. Просто пережить. Но пока вы не пережили его, ничего страшного. Это нормально. Но всё равно не забывайте, что внутренняя жизнь даёт освобождение, а увеличение наружной жизни прообращает. Не забывайте. Да? Что? На грубость. Несколько вариантов есть, да. Первый вариант. Вы забудетесь неправильно. Наталкиваетесь на грубость. Это означает, как есть пословица, метать бисер перед свиньями. Если вы очень заботитесь о человеке, который не ценит вас, то значит, вы не понимаете, как правильно строить отношения. Есть три типа людей. Есть невежественные люди. О них надо так заботиться, чтобы они даже сами об этом не знали. Потому что если они узнают, что вы о них забудетесь, они сразу же захотят с вами пообщаться поближе. Пообщаться поближе означает ругаться на всех и на вас, крикматом, всё вокруг. То есть вести себя грубо. Понимаете? Не понимаете? Я тебе сейчас расскажу про мою жизнь. Вот такой же, понимаете? Вот такой. То есть когда невежественный человек, надо так ли меня о нём забыть, что он даже об этом не знал. Когда ты заботишься о человеке страсти, который использует ситуацию в свою сторону всё равно, но не явно, как невежественную, но всё равно в свою сторону. Например, ты извиняешься перед ним, он тебе говорит, я тебе прощаю, но... И дальше чуть-чуть но будет уже. Это означает, что я победитус, а ты проигрантус. Понятно, да, система? Вот. Когда вы забудете о человеке страсти, то в этом случае можно показать свою заботу, но не надо никогда желать какого-то результата или взаимности. Не надо желать взаимности. Просто позаботился и всё. Если даст человек предлагает свою взаимность страсти, надо сказать очень тактично «да-да-да-да», но держаться на расстоянии, не приближать его. И если вы заботитесь о человеке в плавности, то тогда в этом случае вы спокойно знаете, что будет взаимность. Будет взаимность и нечем беспокоиться вообще. Если же вы увидели, что нет взаимности, значит, что человек ещё не в плавности. Надо держаться на расстоянии. Итак, человек должен всегда учиться держать определённый вид дистанции от другого человека. Не с целью пренебрегать им или наслаждаться, а с целью правильно служить им. Потому что одни люди на такой дистанции могут принимать служение, одни на такой, а другие на такой. Понимаете разницу? Если ты не выбрал правильную дистанцию, вот тогда наступает страдание. Дистанция должна быть выбрана правильно, надо этому учиться. Дистанция не означает ни любовь к человеку. Потому что я всегда должен желать счастья человеку. Вопрос, на каком расстоянии я смогу это сделать. Допустим, муж с женой совсем плохо жить вместе стало. Надо, может быть, разъехаться и желать счастья друг другу, а не ругаться. Близко ругаться, близко жить и ругаться — это грех. А чуть-чуть разъехаться и желать счастья — это и есть правильное поведение. Если судьба настолько тяжёлая, что мы не можем рядом, надо чуть разъехаться или в соседних комнатах сидеть и в сердце молиться за этого человека. Причём, когда вы начнёте молиться, вы почувствуете теплоту, вам сразу захочется прибежать и повыяснять отношения опять немножко. Нет, надо сидеть и дальше молиться. Не надо бежать и выяснять отношения. И потом вы почувствуете, как вы долетите друг от друга. Потом постепенно в результате молитвы начнёте сближаться. Потом вы поймёте, почему ему так тяжело с тобой и начнёте действовать к нему уже правильно. Это следующий этап развития событий. И тогда он будет благодарен. Но при этом сам не будет в себя правильно вести. Это значит, что судьба ещё не побеждена, надо держаться на дистанции. Дальше молимся, и он уже сам становится благодарным. Он сам становится благодарным. Глубже это благодарность в его сердце входит. И он начинает вести себя уже правильно. Потому что люди, когда любовь между ними действует, они естественно начинают вести себя правильно в жизни. Я непрекрасен, может быть, снаружи, зато душой красив наверняка. Ты под годинец пиши дать ответ. Напомните? Ну, то есть, когда энергия любит шаги, есть мужчина становится таким очень благородным. Девушка становится смиреной. Она всегда всегда согласна. Согласен с мужем. Да. Тебе нравится моя шахтёрская специальность, да? Я всегда хотел быть шахтёр. Всё, совсем согласна. Почему? Потому что энергия любит действию, она искренне верит, что она и хотела быть шахтёр. Олег Андреевич, а ещё такая ситуация, что человек физически больной, ну, надо с этим работать, но на самом деле, и не действует так, и людьми, и заботы, то есть, и все, и все, и все, Да, да. Птихически больной означает свет тяжёлой кармой. Не надо ничего ожидать, от этого человека. Вы человека не видите перед собой, вы видите просто воплощённую карму, всё. Человек не действует, действуют духи через него. Поэтому к нему не надо относиться, а по факту, как к человеку. Надо просто нейтрализовать влияние этих духов. Если для этого нужно напоить лекарства, напоите лекарства. Для этого нужно ещё что-то сделать, а изолировать человека, изолируйте. Это не означает, что вы к человеку плохо относитесь, он ничего не помнит в это время. Там человека нет, там живут духи, душа в это время спит, она не действует через это тело. Но надо понять, что есть возможность вылечить такого человека. Надо стремиться к этому лечению. Надо искать лечение. Лечение психически больных людей всегда означает только одна вещь. Это духовная сила. Нужно искать старцев, которые могут помолиться за них. Также голодание, очищение организма помогает. Если он голодает. То есть есть какие-то способы. Мы пытаемся вот эти психические каналы пробивать, корой деревьев у больных таких людей, но если они только в состоянии ремиссии. И иногда дает хороший результат, такие люди начинают получше, адекватнее себя вести. Приступов нет. То есть надо все использовать, пытаться разными способами. Есть чисто механические способы пробивать каналы, а есть духовные способы сжигать вот эту энергию, которая забила тонкое тело и не дает душе там действовать. В это забитые каналы входят духи и там сами живут. Это очень тяжелая карма и как бы с ней надо вот так. Строго, сильно. Не надо здесь эмоций, сентиментов. И все равно с человеком не контактируют в это время. Его там нет. Он есть, но он не действует, не действует, не активен. Надо дистанцию убирать правильно, чтобы не терпеть. Поймите, что вы сделаете для меня, для человека. Молиться — это означает побеждать судьбу. Насколько ваша молитва способна победить психическое заболевание, это другой вопрос. Но если вы молитесь, вы побеждаетесь. Как только вы начали, вы уже побеждаетесь. Объем работы огромный. Огромный. Но каждый шаг вас ведет к победе. Я могу вам предсказать, какой результат будет вашей молитвы. Результат будет такой. Если вы будете молиться сильно, то вы почувствуете реально, кто вылечит этого человека. И как, и где, и когда его можно вылечить. Вот это будет результат ваших молитвов. Потому что таких людей обычно лечат силой природы. Иногда с помощью проруби они вылечиваются, иногда с помощью голодания, или сырых продуктов. Сырые продукты пробивают каналы психические. Иногда, если они живут в горах, допустим, какое-то время, или просто в монастыре человек такой живет, рядом с монастырской гостиницей, в нем пробиваются каналы от этой атмосферы. Ну, то есть, Бог подскажет, куда, чего, зачем. Это в сердце все легко достижимо, если вы действительно свой пульт проделали. У нас практически не осталось времени уже. Можно, наверное, еще пару вопросов, если срочно. Как, возможно, можно строить отношения с человеком, который поддерживает различные интоксикации? Интоксикации. Как, возможно, строить отношения с человеком? Стоит ли возвращаться поддерживающие отношения? А все зависит от того, какой человек. То есть, смотрите, если этот человек ваш муж, это одно. Если вы с ним давно встречаетесь, это второе. Или это просто вы познакомились, это третье? Бывший молодой человек. Бывший молодой человек просто встречается, не ваш муж. Но еще не муж. Еще не муж, но уже привязались. Понятно. Смотрите, как поддерживать отношения? Надо понять одну простую вещь, что есть три слоя жизни у каждого человека, в том числе и у вас. Три слоя жизни. Жизнь невежества — это один слой. Наркомания, пьянство, разврат — это энергия невежества. В этом слое семьи не бывает. Там нет семьи в этом слое. Не бывает семьи. В невежестве семья не создается. Поэтому, если вы привязаны друг к другу, и он находится в этом слое, это означает, что о семье речи нет никакой. Вы должны жить в молитве и пытаться победить судьбу с помощью молитвы. Бог вам даст два варианта. Вот. Вот. Первый вариант. Он исправится, этот человек. Второй вариант. Вы поймете, что вам не надо дальше тратить время и искать себе другого. Или то, или то. Не знаю, какой вариант будет. Неизвестно сейчас. Надо просто искренне молиться, и всё. И вот победа вот в этом будет выражаться. Смотрите. Жизнь в страсти — следующий слой жизни. Жизнь в страсти — это когда мы стремимся к приобретениям, к этой жизни. В этом случае у людей нет возможности раскрывать сердца, а не строить формальные отношения друг с другом. Семья возможна, но временно. Обычно семь, восемь, максимум десять лет. И до свидания. Если мы просто стремимся к приобретениям, не занимаемся духовной жизнью, жить вместе долго невозможно, потому что нет глубоких отношений, нет жизни. Просто на сексе всю жизнь не проживёшь. Нужны отношения вот эти, которые духовной практикой занимаются. Но когда мой близкий человек в страсти, и я занимаюсь духовной практикой, семья возможна. это означает как раз мы пошли в веру. То есть человек невежести семью создавать нельзя. Если вы уже с ним живёте, и он выпивает, пьянствует, там ведёт себя, значит, просто отодвиньтесь подальше и выполняйте свои обязанности. Не ждите от него личной жизни. Не надо этого делать. Это уничтожит отношения. Просто держитесь подальше, выполняйте свои обязанности, молитесь. Если он не выйдет из невежества, то Бог вам даст другую жизнь. То есть сдавать экзамены обоим придётся. Ты сдала свой экзамен, дальше ему сдавать. У него сразу раскаяние появится, у него голос совести начнёт выйти в сердце, и у него будет два варианта. Или уйти просто из семьи, или перестать пить. Всё. Других вариантов нет. Не бывает такого, чтобы он не среагировал. Потому что всегда мы живём только для сдачи экзаменов. Приходит время, женщина сдала свой экзамен, она в это время уже не беспокоится о том, что он пьёт, она ему простила. Дальше ему сдавать свой экзамен. А третий этап, это как раз вот то, о чём и мечтали большевики. Это как раз вот это вот и есть то, ради чего человек живёт. Ушёл, ушёл, что делать? Ушёл, ушёл. И как подержать силу от того, который не достигает в жизни? Который не достигает в жизни? Мил, когда он совершает в жизни. Ничего не делает. Что делает? Как подержать силу? Видите, все ваши вопросы направлены на результат. Видите, у меня спрашивают, о чём? О результате. всё. Это означает, что понимания нет того, что надо делать на самом деле. Вот как девушка спросила, что такое духовная жизнь? Объясните мне, Олег Геннадьевич. Духовная жизнь начинается с того момента, когда человек знает, что не надо спрашивать о результате. Результат будет обязательно. Надо немедленно начать духовную жизнь. Потому что одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич опять же она мне спросила, как помочь своему сыну так же, как вы? И я говорю, как помочь? Она такая, я не успел даже рот открыть, и она сказала, опять молиться, что ли? Вот как поддержишь словами? Никак не поддержишь словами. Я тебя любью, но вы же его не любите. Вы любите, сейчас объясню, смотрите, вы любите не его. Для того, чтобы его полюбить, надо вам всем сердцем молиться святому человеку. И когда вы простите ему его судьбу, тогда вы его полюбите. Человека можно полюбить только целым, вместе с его плохим периодом. Человека можно полюбить только целым. Мать любит не сына, она любит счастье, которое от него исходит. Как? Как? Видите, вы о чем сейчас говорите? Вы говорите, Олег Геннадьевич, все равно он должен быть счастливым. А я вам говорю, нет, все равно он будет жить так, как ему положено. И женщине очень трудно объяснить, что ребенку ее придется жить так, как положено, а не так, как она хочет, потому что она требует счастья от своего сына. Она говорит, Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы у него все было хорошо. Почему вы хотите, чтобы у него... опять мотать к вам, нет, Олег Геннадьевич, нет. Один учитель говорит, я тебе все время хочу помочь, а ты все время мне отрицаешь. Все время говоришь нет. И ученик говорит, мой учитель, я вам не отрицаю. Похоже, что у нас с вами беседа не получится. Следующий вопрос. А? Режим принятия пищи. Никакого режима. Нет, не нет, а да. Когда мать кормит, есть режим означает влияние солнца. Когда человек находится под влиянием солнца, то карма начинает действовать. Солнце это колесо времени, кала-чатра. Колесо времени, через него действует карма. Когда женщина кормит, вынашивает ребёнка, и ребёнок до пяти лет, все эти личности не находятся под влиянием солнца, они находятся под влиянием луны. А луна это тот объект, который освобождает от кармы. Когда люди находятся под влиянием луны, нет никакой кармы. Допустим, луна также дает людям любовь. Поэтому, когда люди любят друг друга, и они когда ночью зачинают ребёнка, то у них нет расписания режима дня. Они просто любят друг друга и не спят всю ночь. Потом спят днём, и это не является греком уже. Во сколько хочешь, когда кормишь, завтракать, обедать, ужинать, во сколько хочешь. и муж остыскажет, и Костролик Геннадьевич сказал, расслабься. Пока кормлю гурдию, живу как могу. Ваш задний дам чиновник. Скажите, пожалуйста, куда душа самоубийца попадает? Душа самоубийцы, вот то, что я видел, то, что обычно происходит, она остаётся на земле и живёт, не имея возможности жить. То есть она пытается строить отношения со всеми, но возможности нет, и она сильно страдает. Это так называемая жизнь в тени привидения. Как в фильме, да? Но когда за неё молятся люди, постепенно вот это вот доказание заканчивается, и она уходит в следующую жизнь. Нужно за неё молиться, за такую душу. Спасибо. А как молиться, я говорил, надо думать о святом человеке, просто ему молиться. Не надо думать о человеке, который убил себя. Так как вы с ним связаны, вы родственники, он очистится сам в результате вашей молитвы святому человеку. Является ли человек самоубийством, если он умер при дозировке наркотиков? Да, он является самоубийцей, потому что он же убивал себя постоянно, просто не сразу убил. Наркотики колоть означает убивать себя. он нечасто убивал себя, да? Понемножку себя убивал. Ну, говорил же, нечаянно убил себя. вот, самоубийца, значит. молитесь за ним. Вы в гражданском браке с молодым человеком живете. дальше. У вас замечательные отношения. И бывшая жена в разводе. Два раза на ней жениться, она теперь третий раз хочет. У них есть ребенок. И в чем ваш вопрос? Ну, вот, есть ребенок, и что? А, то есть, смотрите, то есть, у нее появился ребенок от другого мужчины, да? И он ее оставил. А она просит теперь вашего мужа усыновить как бы этого ее ребенка, который у нее там получился. А потом попросят еще следующего усыновить, да? То есть, она, получается, работает как комбинат по производству детей для вас. Так? И что делать теперь, да? то есть, она, это, она штабует детей для вас, да? Не для себя, для вас. Ну, это просто хитрый ход. Вы сженились уже с ним, нет? Пускай он сам родил. Или он к ней возвращается и всех усыновляет, кого она там нарожала им. или он остается с вами и не усыновляет. Оставляет с собой только своих. Знаете, он у вас немножечко слабохарактерный, поэтому вы просто как бы молитесь за него, хорошо? Проблема в том, что он пытается него решать вопрос, который он сам должен решить. В этом проблема ваша, а не его. Воспитывайте его. Потому что ты не спрашивай меня об этих детей. Это твои проблемы, ты сам должен решить. Знаете, вам надо просто разобраться в этих отношениях. Сейчас бесполезно все говорю. Надо просто молиться, разбираться. То есть вы мне говорите, я люблю этого человека, но я не могу ему сказать сейчас «Эй, она тебя любит, возвращайся!» Это ваше отношение. Вы сейчас перекладываете на меня свои проблемы. Я не могу это решить. Это ваше отношение. Совет такой, молиться и ждать, что будет дальше. Вы хотите немедленно, чтобы все вернулось, а он немедленно не возвращается, потому что человек сейчас метается между двух огней. Он не выбрал то ли туда, то ли сюда, но это значит, что вы ничего не сделаете. умолитесь и ждите, чтобы он выбрал. Когда он выберет, тогда все произойдет. Или он туда, и тогда до свидания, или сюда, тогда здравствуй. но вы мне говорите, знаете, о чем сейчас меня спрашивают? Олег Геннадьевич, не надо мне это говорить, я хочу только здравствуй. так вот это и иллюзия. Потому что судьба не всегда говорит здравствуй. Нагля говорит здравствуй, иногда прощает. Понятно? А вы не так правильно говорите, человек. Сейчас мы будем об этом говорить. Сейчас у нас последняя часть, я сейчас об этом скажу. Давайте заканчиваем уже, потому что мне надо за 5 минут уже все закончим, еще должны сейчас тренинг проводить. Поэтому мы однозначно задержимся, это делать не слишком сильно. Поэтому давайте я, во-первых, очень благодарен вам всем за то, что вы здесь со мной и за эту прекрасную беседу, потому что вы благословили меня в этой лекции, то есть вы были очень открыты, дорогожелательны ко мне. У нас получилась такая легкая, такая необычная лекция была, легкая такая ненавязчивая беседа. Мы с вами общались, каждый зал рассказывался, у нас как семья большая была, и 700 человек здесь. Итак, как молиться и как настрой вот этот читать, это одно и то же. Мы сейчас об этом две минутки скажем, будем дальше тренироваться, потому что только в тренировке понятно становится, как молиться и как это делать. Дайте сейчас понять одну простую вещь, что только практика создает правила, вот в данном случае. Обычно в жизни человек сначала должен выучиться что-то делать, он должен сначала выучиться быть хирургом, чтобы потом делать операцию, но здесь совсем другое. Только практика создает правила. Вы когда начнете молиться, вы потом с помощью этой молитвы и узнаете, как вам конкретно молиться, потому что у каждого человека абсолютно все индивидуально. Я вам сейчас расскажу ту практику, которую я совершаю, которая не дает силы, но это всего лишь для вас повод попробовать так же, потом у вас будет все равно все свое. Первое, что я делаю, я включаю голос возвышенного человека, который вместе со мной рядом. по диктофону читает молитвы. Когда я вместе с ним это делаю, я получаю от него вдохновение, необходимое метрие от того, чтобы концентрироваться. Я сижу неподвижно, потому что когда человек сидит неподвижно, концентрация очень сильно возрастает. Следующее правило, я ставлю перед собой изображение, то есть то, что я считаю святым. Это может быть священное писание, может быть молитва написанное, может быть изображение святого человека, может быть изображение Иисуса Христа, допустим, Богородицы и так далее. Понимаете? То есть это то, что вы считаете святым. Дальше что вы делаете? Вы повторяете ту молитву, в которую вы верите и кланяете святому человеку с целью получить с ним близкие отношения. Близкие отношения со святым человеком не означает, что он будет выполнять мои желания. Близкие отношения со святым человеком означает, что я хочу ему служить. Неважно останется со мной этот человек или не останется. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Я хочу отвлечься от своей ситуации с жизнью. Я устала быть рабы ими своих желаний. Я хочу тебе служить. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, покажи мне свою чистотуру. Я хочу отдавать это другим людям. Я желаю всем счастья. Вот сейчас не буду повторять, я желаю всем счастья. Это уже как результат вот этого внутреннего состояния. Я хочу тебе служить, поэтому я желаю всем счастья от твоего имени. Твоей силой, от твоего имени. Своим настроением, а не своим. Как только человек отвлекается от себя самого, так только и он начинает заниматься духовной практикой. Потому что духовная практика никогда не бывает в сфере моих желаний. Она бывает только в сфере служения. И в сфере служения можно пойти только по милости чистого, возвышенного человека. Вот такой путь человек должен проделать для того, чтобы отвлечься от своей судьбы и так ее победить. Потому что победить свою судьбу можно только со стороны. Как только человек отвлекается от своей судьбы, он уже знает, что делать с этого момента. А если он будет продолжать дальше манипул, то Бог даст ему еще и силы это все сделает. Понятно, да? Как работать с теми? Все серебряные. Давайте проведем этот тренинг. Сейчас надо спокойно повторять. Я желаю всем счастья и настраиваться на то, о чем мы говорим. Так вы сможете узнать, как молиться постепенно, со временем. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. А я лично благодарен вам за то, что вы были самыми свободными. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Спасибо.